Не ошибусь, если назову интервью Андрея Васильевича Павликова, гвардии сержанта, командира гранатометно-пулеметного отделения 2-го засадного батальона 70-й отдельной гвардейской мотострелковой командогарской бригады, одним из самых жестких в нашем афганском цикле. Кроме того, вторая часть беседы, посвященная возвращению с войны и вынужденному, чрезвычайно болезненному началу новой жизни, оказалась как бы не поинтересней первой. Но не будем забегать вперед. В первой части видеоинтервью с Андреем Павликовым речь пойдет о приемах стирания гражданской личности, о формировании и практической подготовке бойца. Андрей Васильевич подробно рассказывает о практике выживания на войне и об особенностях жизни мужского воинского коллектива. Не обошлось, конечно же, без примеров героизма и трусости, как внезапно оказалось теснейшим образом переплетенных между собой. Я родом с северного Казахстана. Мой папа сирота Великой Отечественной войны. Мой отец пропал без вести, а мама, то есть моя бабушка и его мама, погибла от немецкого снаряда. Их осталось два малолетних. Он с 1936 года. Три малолетних брата. Один вообще был грудной. И когда через их деревню под ельцом, деревня Юдинка, в Липецкой области сейчас находится, по-моему, ее уже расформировали, там находилась в этом яблочном саду, находилась могила моей бабушки, я туда ездил. Через ихнюю деревню эвакуировался роддом. И младшего Ивана, председатель без руки, после Великой Финской войны сказал, вы его не прокормите, отдайте. А он жил у родителей, у дедушки с бабушкой. Они его отдали, и следы его потерялись, потому что по пути эвакуации в Среднюю Азию эшелон с детдомом бомбили. Несколько раз он переформировался. В общем, найти следы моего дяди, Ивана-младшего, не удалось. А Федор, дядя, он живет с тетей, уехал с тетей, это сестра матери. А отец остался со стариками. Они его сдали в Ельце, эвакуация была, потому что там перед Курской дугой туда-сюда немецы, они под немцем были. В Ельце уехали, там он похоронил дедушку с бабушкой и остался один. А потом, значит, закончил старооскольский георазведочный техникум, по понятным причинам там давали обмундирование и кормили. Стал геологом и уехал в Казахстан. В Казахстане работал, есть такое Качарское месторождение железорудное. Вот он работал в Качарской георазведочной экспедиции, которая занималась его корректированием и открытием. Сейчас там один из крупнейших месторождений и карьеров. Он работал там, и я там родился, в этом Качаре. И так судьба складывается, что нету места этого, потому что его разрушили, сейчас там большая дырка в земле. А потом, значит, я жил в северном Казахстане, как читаю. Папа мой, к сожалению, умер, мама жива, слава богу. Отец нас воспитал, да, нам высшее образование. Я ушел в Афганистан со второго курса Свердловского горного института, с геофизического факультета группы ядерной геофизики. Первая группа по личным причинам. Ваше направление в Афганистан, это был ваш выбор? Нет. Мой выбор была армия советская. То есть мне нужно было пройти определенные этапы жизненные. Так сложились личные обстоятельства вокруг меня, что мне нужно было это сделать. И я из всех испытаний, которые в тот момент предполагалось для мужчины в том возрасте, в котором я был, мне было 19 лет, я выбрал именно советскую армию. Ни одного усилия, ни палец о палец не приложил для того, чтобы как-то облегчить. Вот как шарик покатился, бильярдный этот, в лузу, я так и... И вот эта луза оказалась в Кандагарской бригаде, во втором засадном батальоне, в шестой роте, в четвертом взводе я был командиром отделения, гарантометно-пулеметного. Как вас готовили к Афганистану? Это был 81-й год, осень 81-го года. В моральном и физическом плане нас готовили очень хорошо. То есть в плане выживания, в плане развития здоровых рефлексов выживания, вот в изолированных мужских коллективах, в этом плане, да, все было нормально. Плюс физическая нагрузка. Я на БТР ездить начал только в Афганистане, так все время бегал. На полигон, с полигона. Каждое нарушение – это отжимания, ползания, причем к коллективам. И даже такой был у меня период до ранения. Мы между собой даже разговаривали в курилке уже в Афганистане, когда друг друга спрашивали, что бы ты выбрал, бригаду или учебку? И все говорили бригаду, потому что в учебку никто не хотел возвращаться, потому что настолько это все было очень жестко, я так скажу. Но последующие обстоятельства жизненные говорили, что это было не зря. Вот вы упомянули морально-психологическую подготовку. Какого рода подготовка это была? Она была в плане каком? Первое, это значит выживание в коллективе, изолированном коллективе своих сверстников. То есть мы все были одного года, все мы были разные у каждого. То есть стиралось прошлое, то есть ты к прошлому не имел никакого отношения. Твое прошлое в твоем настоящем роли никакой не играло. Оно формировалось здесь и сейчас. Неважно, где ты на полигоне стреляешь или как, нужно было себя позиционировать. Из-за того, что ты представляешь именно сейчас, оно твое будущее и лепилось. А то, что ты до этого был студентом или КМСом по боксу, это роли не играло никакой. То есть вот это все стиралось, мы все нивелировались до определенного уровня кучки экскрементов, мягко говоря. И из этого все потом сами себя должны были лепить. Это первая часть. То есть ты понимал, что ты сам себя вот этими руками должен сделать. А вторая часть моральной подготовки, это я считаю воспитание вот этой рефлекторики, которая на гормональной системе построена. Это неожиданные крики, неожиданные удары по голове. Там неожиданные подъемы, там неожиданные какие-то вводные психологические. То есть ты постоянно первое время был в шоке, потому что переживал какую-то гормональную бурю. И ты не понимал, что с ужасом понимал, что не ты собой управляешь, а какого-то внутри тебя организма действует какая-то система, и далеко не нервная, которая тобой и управляет. То есть вот этот адреналин, который выстреливали над почечниками, вот это все, вот уши краснили, там все остальное, дыхание очищалось, там зрачки расширялись, все эти дела. И вот мы учились, то есть мы приобретали опыт именно новых состояний, вот этих. Вот это вот из учебки это я принес. То есть вот эта физическая подготовка, ослиная, я бы так сказал, на выносливость ослиную. Потом, значит, вот эта социальная подготовка, что здесь и сейчас, и если ты в этой ситуации отказался с этими двумя патронами или с одной саперной лопаткой, все, что до этого у тебя было, начиная с сержантских лычек и заканчивая, оно не имеет никакой роли. Будет так, как будет сейчас, и ты должен это понимать. И вот мы учились о том понимании, потому что там, на гражданке, конечно, ты понимал, что от хулиганов можно убежать, и все, и завтра можно это никому рассказывать. А там этого такого не было, вот здесь и сейчас, и все. И вот это использование текущего момента именно в пользу выживания и увеличения своего статуса какого-то, не потерять его. И понимание того, что достоинство – это вот этот самый нерастворимый осадок. Какие бы обстоятельства тебя не растворяли, какие бы на тебя не действовали, вот этот осадок, он у тебя нерастворимый остается. Это то, что у тебя нельзя отнять ни при каких обстоятельствах. Вот. Вот все. То есть умение совладать с собой в условиях, когда у тебя в голове гормональная буря, и тебя там колбасит, мягко говоря. Вот. Плюс физические нагрузки, и плюс вот это четкое понимание того, кто ты и как ты в данный момент, и это надо транслировать постоянно. Вот с этим я уехал в Афганистан. С каким чувством границу пересекали? Что испытывает человек, который едет на войну? Ну, понимание того, что мы едем на войну, у нас было, но... Мы не имели понятия, на какую войну мы едем, потому что нам это не рассказывалось. И я вот приведу пример, что нам сержанты привели, значит, своего сослуживца, который в госпитале, из госпиталя демобилизовался через часть, то есть призывался с нашей части, был в Афганистане, Кандагаре, кстати, получил ранение и уезжал. И он нам рассказывал, мы собрались в коптерке, там все, и вот он нам вечер встречи, и он нам рассказывал про Афганистан, мы внимательно его очень слушали. А когда сам оказался там, про что он рассказал, я понял, что на 80% того, что он мне рассказал, не соответствует реальности, которую я в своей голове построил, по одной простой причине, я не имел того опыта, на основании которого вот эти образы, которые он... Он нас не обманывал, мы поняли, что он нам говорил правду, но наш жизненный опыт рисовал совершенно другие картинки, мы к этому были не готовы, то, что мы там увидели. Я летел на гражданском самолете, то 134 из Ашхабадского аэропорта, нас посадили, мы летели ночью, утром мы сели в Кандагаре, нас вышло провожать, просили, потому что все равно мы, конечно, пронесли и водку там, и пьяные были, и были люди, которые вообще в большинство первый раз летели на самолете вообще. Просили не портить обшивку там, ничего там, никаких имен на этих кожаных креслах не вырезать и все такое. Вот, ну, было все по-всякому там, единственное, что драки просто не было, не развернуться там. Кто спал, кто что, я, конечно, смотрел там, пытался что-то в этой темноте увидеть, а утром, когда мы садились, я увидел дома, вот эти, мам, из земляного кирпича, короче, с пробитыми крышами, и когда мы сели, я смотрю, вертолеты какие-то военные, я думаю, ну, все, короче, прилетели. И вышла пожилая женщина, и говорит, ребята, мы вас провожаем, и хотим вас полностью в том же самом составе забрать через два года домой. Мы прилетели в город, герой, как она поштила Кандагар, что это за город, вы скоро узнаете. И я такой думаю, что она говорит вообще, что такое-то? А она такая, ну, без слез, конечно, на глазах, но очень трогательно, по-матерински нас благословило, короче. Ну, и все, когда мы вышли, это был, так называемый, дембельский самолет, и уходила одна из очередных отправок сержантов дембелей, и мы, когда выстроились, стояли в парадках в этих, с красными погонами общевойсковыми. Они шли, ни у кого у них красных погон не было, все были, значит, черные погоны, там, танкисты, связисты, там, автомобиль. Никто не уходил из пехоты с красными погонами. Мы до них смотрим, они снимают эти поясные ремни узкие, брезентовые, и кидают нам со словами, вешайтесь, черти. Вот, и это, видимо, традиция такая была. Никто эти ремни, конечно, не ловил, но они к нам в толпу так кучно летели, вот их потом, значит, унижать не стали, нас отогнали в сторону, их прошмонали не у нас на глазах, но мы видели, что их демблематы открывают, проверяют их дембельские вещи, потом они погрузились и улетели. За нами приехали ГАШ-66, открытые, нетинтованные, нас погрузили, и мы приехали на пыльный плац перед штабом бригады, такой фанерный барак. Нас стояли, держали минут 40 на солнцепёке. Это было утро, часов 11, не самая жара для Кандагара, но мы были в ПШ в этой, в парадке, в галстуках, как положено, в фуражках, и 2-3 человека уже начали падать там, там упал, там упал. Мы стоим, короче, строим, как нас поставили, смотрим, раз подъезжает, значит, БРДМ, это машина разведки, короче, выпрыгивает человек в КЗС, значит, эти шаровары пятнистые, куртка с автоматом. Панама так, мы её так никогда не носили, нас учили носить, чтобы она яйцеобразная была, а он такой, такая изнасилованная Панама, так на нём он такой на нас посмотрел, так снисходительно забежал, там начали шёпот, пошёл, ну всё, там, короче, какое-то нападение нам дадут, оружие или нет сейчас, или тут у нас таких, ну, эти ужасы всякие. Это просто местное такси такое было, вот оно приехало, кого-то офицера привезло, он так зашёл. Потом, значит, после того, как терпение лопнуло, некоторые стали с краёв строя налево-направо куда-то уходить, искать воду, приходили с круглыми глазами, без кожаных ремней, без шапок, без фуражек, то есть их с тебя уже ждали и раздели, то есть тени не было никакой, а там, где была тень, там всегда были люди в тени. Вот, праздно шатающихся не было, потому что это нецелесообразно ходить по жаре, потому что они всегда сидели в ближайшей тени, там люди дембеля эти, одеты все были практически по пояс голые, вот, либо рубашки с обрезанными рукавами, там, либо расстёгнутые кителя, то есть моя первая мысль была, что я попал в страну дембелей, то есть судя по одежде, так мог себе позволить ходить только дембель, на самом деле это просто была обычная одежда в бригаде. Потом вышел солдат, не выгоревший по нами, с таким хорошо, этим, у него, этот, стекляшка такая, это одежда, вот, и, значит, поставил стол, вынесли наши дела, папки с нашими делами, вынесли этот зонтик, как у мороженщицы, раскрыли его, значит, и вышел начальник штаба, уже стояла группа офицеров, и он такой посмотрел, говорит, ну, давайте, короче, и вышел, значит, молодой лейтенант, значит, в Панаме, но в тельняшке, и начал такой, кто хочет служить, там, в доблестный десант, на штурмовой, там, его никто не дослушал, там, как в кинокомедии про мясокомбинат, кто на мясокомбинат, там, я нарядов на сегодня не прислал, вот, и начальник штаба ему такой, прекратите этот пафос, сколько вам нужно человеку, он говорит, ну, три-четыре спортсмена, чтобы все, он говорит, ну, спортсмены выйти из строя, там, вышли, с нами служил в соседней роте парень, гимнаст с Украины, мастер спорта, там, ну, там, реальный гимнаст, короче, понятно, что сухой, высушили, то есть, ну, такой он, был гимнастом настоящий, и его забрали еще несколько человек, я потом с ними встречался, на проческе мы с ДШБ работали, пересеклись на проческе, вот, в этом, в Кандагарской зеленке, и мы с сержантом разговариваем, и он, я говорю, там, ну, как уважаемые люди разговаривают, сели, там, хоп, у нас, или такой в ямке костерочек, там, значит, у меня же котелок, мы бойцы, короче, уже туда виноградом насыпали, киш-ми-ша, там уже такой компотик хороший, значит, гильдейн, я смотрю, этот физически крепкий парень, который вместе со мной на самолете прилетел, он там, ну, ушат он вообще, я не знаю, я говорю, вы что сделали-то с ним, он же сержант, он говорит, он уже не сержант, короче, он там уже вот так вот так, то есть, я не знаю, что там с ним в ДШБ произошло, но они его сломали, я говорю, да вы что делаете, я с ним на одном самолете прилетел, он говорит, ну, ты вот такой, а вот он вот таким вот оказался, ну, все такое, поговорили, но договорились, как будем идти, потому что я хотел сказать, что мы действовали, я служил, оказался служить в засадном батальоне, и тактика действий была у всех, не только у нас, мы делали мобильными группами, по 5, 8, 12 человек мы ходили, вот так, и то есть, рота, взвода разбивались, мы выдерживали общую линию движения, все это корректировались, по рации, ракетницами обозначали, где кто, куда зашел в фланге, кто кого подождет, чтобы одной цепью идти, чтобы разрывов не делать, чтобы смысл прочески. Вот тут я вас попрошу, пожалуйста, пояснить, что такое засадный батальон, и несколько слов о бригаде, скажите, она из того, что я знаю, со всех сторон необычная, у нее ни штат необычный, ни задачи необычные. ну, их было две таких бригады, это 66-я бригада в Джиллабаре, насколько я знаю, со слов ребят про эти бригады, значит, в основе этих бригад, ну, по крайней мере, 66-й, был полк из Среднеазиатского военного округа, и, видимо, вот это управление, чтобы основные части были из Турква, и чтобы не разорвать их, сделали отдельными, чтобы через Москву, якобы, шло согласование, в итоге бригады стали отдельными. По другой причине, я не, ну, солдатская молва, другой причины не называла. А Кандагарская бригада, это был 343-й полк, 5-й дивизии, которая стала от Герата, от Кушки до Кандагара, вот, своими гарнизонами. И вот, есть такая, ветераны говорят, что этого не было, а другие, с кем я встречался, говорят, что это было, потому что это была кадрированная часть, набранная из партизан, так называемых, призванных на переподготовку солдат, в округах Туркво, и когда входили, есть такая точка на школе, ну, кто в Кандагаре был, они знают, это между тюрьмой и элеватором, ближе к тюрьме, их там остановили, колонны, и они не могли войти в город, и там бои шли порядка, ну, кто три суток, говорит, кто двое, и полк разбежался, потому что это были азиаты, они говорили на одном языке, выглядели, и возрастной у них был, они были постарше, и говорят, что то ли с Лошкаревки, с Витебской дивизии, батальон, который пришел на помощь, то ли второй батальон, который сел на райдрон, с Кардеза, бригадой 56-й, кто-то из них потом ходил, и по Кандагару якобы выдергивал, собирали этот полк, ну, частично, подразделение в кучу, ну, вот так вот говорят, ну, бригада боевая, засадный батальон, у меня командиром батальона был Слободенюк, и с его усилиями, батальон чаще других, а потом уже практически постоянно, получал задания на организацию разведанных, на проведение засадных действий, и не являясь спецподразделением, ни ВДВ, ни ГРУ, мы выполняли эти задачи, по крайней мере, за 82-83 год, я могу сказать точно. Ну, что комбат он двигал, а зачем ему такая слава была нужна? Ну, опять же, как сержант и представитель солдатской диаспоры, так мягко говоря, я знаю такую легенду, что он был племянником высокопоставленного генерала, командующего высокопоставлена, вот, и имел в своей военной биографии контакт с наемниками в ЮАР, из ЮАР, которые пленили там частично, в общем, и в итоге он оказался ряда конфликтов каких-то, вот, он оказался в Кандагаре, был очень активен, вот, и постоянно, постоянно, постоянно мы были на боевых, это либо засада, либо сопровождение колонн, либо на общих основаниях участие в армейских и бригадных операциях, вот, ну, засадные действия на меня наложили очень большой отпечаток, потому что, ну, это полностью, вот, полностью меняет твою психологию, это совершенно другой вид деятельности, даже не прочёска, а ты полностью в отрыве от основных сил находишься и чётко понимаешь именно тот момент, который мы обсуждали из учебки, что ты в данный момент на острие ножа, и от тебя, от твоих личных качеств зависит, что и как, когда бригада сорвётся, да, прилетят вертолёты, да, тут всё, артиллерия всё перемелет, да, прилетят парни, помогут, но пока это всё произойдёт, время подлёта, это, вот, отсюда же тоже другое правило, что смерть – это всегда личное решение, то есть если ты оказался в сложной ситуации, и опустил руки, ты принял решение умереть, а не обстоятельства застали тебя умереть, поэтому смерть человека, каких бы обстоятельствах она ни происходила, это всё равно его личное решение, даже в самый последний момент, когда он достаёт гранату, взорвает себя, или когда он устает от вот этого психологического давления, что пули летят, и голову нельзя поднять, он поднимается, начинает стрелять и ловить свою пулю, в любом случае это личное решение, даже если он не перестал подниматься и лежал до последнего, они подойдут и в упор его расстреляют, это тоже его личное решение, вот эта психология, с вашего разрешения, хотел бы об этом сказать подробнее, она выглядела следующим образом, будущее, я имею в виду дебель, предсказать очень легко, главное правило этого предсказания, об этом нужно договориться, это общественный договор, между ротным, между сержантами, между солдатами и дебелями, которые командуют эти сержанты, нам всем нужно на дебель, а дебель я планирую, чтобы он у меня был вот такой, то если для этого от меня требуется вот это, вот это, я это буду выполнять. А какой может быть вообще дебель, о чем солдат мечтал, какой должен быть дебель, чтобы вот он мечтал? Ну, хороший чемодан, дипломат, хорошая парадка, привезти подарки маме, там может быть девушке, вот на память что-то, не чмошно выглядеть, ну там плюс каблуки набитые, с чеками, которые можно вывезти, потом в березке себе, это джинсы купить, или джинсы как-то провести, там или что-то, ну вот такой дебель, дебель 80-х годов, какой он может быть, ну там магнитофоны, все это, это уже, это была привилегированность таких, тех, кто имел контакты в штабе, там можно было какую-то справку оформить, туда-сюда, ну такой дебель, поэтому договаривались, о чем я хотел закончить, и договор существовал негласно, конечно, никто это не обсуждал, ни в курилке, нигде, но подспудно это было, поэтому ты всегда действовал, основываясь на том, что если ты под пулями вытаскиваешь ранее, то с тобой тоже так же поступит, тебя никто не бросит, вот, ну а если ты это по своей малодушию произвел, то как только ты попадаешь в палатку, мы жили в палаточном городке, в палатке, изжимовали, или там было, то с тебя спрос будет по полной программе, что ты сделал, чтобы этого не было, то есть это нужно было доказать, поэтому все морально, когда происходило ранение, потеря мы вытаскивали, о договоре могу сказать, что в конце все выглядело так, если мы с вами о чем-то договорились, то оно так и будет, но если кто-то из нас изменил свое представление о будущем, ну я вот изменил, мне показалось, что будет по-другому, ваше будущее тоже изменится, и как только твое будущее менялось, это означало только одно, рядом с тобой тебя кто-то предал, и поэтому, когда мы оказывались, сами часто попадали тоже в засаду, и рядом, когда с нами оказывался тот, кто стрелял меньше нас, понятно, что его прикладами отгоняли назад, и бросали пустые магазины, заставляли просто его быстренько забивать, отдавать, но не позволяли ему изменить наше будущее, как бы он там не хотел, может быть, он, мысленно, уже шесть раз в плен сдался, но мы ему этого не разрешали, потому что понимали, что вот его отношение, вот выпад из этого договора, оно полностью меняет всю ситуацию, поэтому к малодушным, и тем, как говорили, трус вредит в первую очередь сам себе, поэтому не надо ему позволять еще и другим, короче, вредить, поэтому шансов для трусости не оставляли, и для трусов тоже, и они это прекрасно понимали, потому что как только это происходит, твое будущее меняется. Если с другой стороны на эту медаль посмотреть, ведь такой коллектив, связанный жесткими договоренностями, сбитый, сплоченный, он запросто ведь мог оказаться, и в какой-то ситуации преступление какое-нибудь групповое совершить. Не вопрос. Когда я как сержант, значит, пришел в палатку офицеров, меня привели, сказали, будешь служить здесь, представили офицером, я представился, мне там задали вопрос, к чему нас учили, я говорю, вот так, вот так, а не к такому расстоянию оно должно быть между машинами, я сказал, потом при гранатометном, почему, потому что гранатометный обстрел подразумевает, что попадание и точность выстрела и дистанция вот такая, потом между машинами должно быть, они говорят, молодец, а в цепи какое расстояние между бойцами, я говорю, вот такое, он говорит, ну забудь, короче, цепью здесь ты ходить не будешь, будет вот так, и распишись, открывай там барную книгу, и там два сплойных листа заполнены, приказ номер такой-то, там тын-тын-тын, и росписи стоят, и моя фамилия внизу записали, и давай расписывайся, я говорю, а о чем эти приказы, замполит такой постоял, я говорю, но вот этот, по-моему, вот этот, и вот этот, и вот этот, это расстрел на месте за панику перед строем, это, по-моему, расстрел на месте за паникерство, а, за мародерство, это там вот за изнасилование, а это вот, я с ней остальные уже не помню, я вот эти четыре вопросов не там расписался, И это было действительно очень строго в плане этих уголовных преступлений, которые были. Но они все равно, групповая порука была, и преступления были, и они не всегда всплывали. Понятно, что существовала система внутренних осведомителей, что кто-то стучал, все такое, офицеры более-менее знали, что в их подразделениях происходит. Но там тоже смысл в том, что нельзя, не было такой возможности, допустим, если ты своим поставленным ударом в голову можешь забирать котлету у своего товарища на обеде, то гарантии нет, что тот же самый статус ты сможешь транслировать на боевых. Потому что там у всех оружие, и эта котлета может обернуться пороховыми ожогами на твоем ранении в спину. Поэтому у всех оружие, и, как психологи говорят, изолированный коллектив однополых вооруженных сверстников. И вот в этом изолированном коллективе однополых вооруженных сверстников были тоже определенные свои законы, они были достаточно жесткие. И мне, как сержанту, тоже было непросто себя сделать сержантом. Именно то, что мне в учебке привили здесь и сейчас, ты должен транслировать и формировать свой статус, и ни на минуту его не знаю, вот оно как-то у меня получилось. Ну, это все делилось. Мы когда прилетели на самолете, с нами прилетел сержант, я не побоюсь, скажу, Сергей Гизатулин, он сейчас в Уфе. Это богатырь просто там, за два метра рост, там такой физически крепкий парень. Ну, там на него не могли найти обувь и одежду в Кишинском полку, где я проходил учебку. И уже он на построение не ходил, потому что командир роты не мог его поставить в строй, не находили на него, у него там вот такой ХБ с такими рукавами, он в шлепанцах постоянно ходил. И его отправили в Кандагар. Он с нами попал в один батальон, только в четвертую роту. Там сразу все нашли. И обувь, ботинки на него нашли, и брюки на него нашли, и ХБшку, и все. Но путя несколько дней, я скажу смело, в течение первой недели, вечером нас подорвались криком. Наших бьют. Именно тех, кто прилетел только с самолета, как говорилось. И мы подорвались, и там произошла драка Сергея с представителями диаспоры узбекско-туркменской. Вот этой. Кстати, удивительно, но кавказцы, они тоже были мусульманами, но они четко себя позиционировали постоянно на нашей стороне, с православными, грубо говоря. Почему так? Не знаю. Они все время были с нами. Они дистанцировались от мусульман Средней Азии. Понятно, что они жили отдельно кавказом, но при каких-то таких вопросах, вот Куликовской битвы не было, конечно, но физически крепкие представители той или иной национальной диаспоры, мы там встречались. И его начали избивать, так как он как балу такой стоял, ему там обрезком трубы этой выхлопной ПТР, короче, по голове, как он говорит, я, как у меня колени подогнулись, я упал, мне начали пинать, я понял, что нужно вставать. Ну, все это прямо на корню было все порезано. Тут же батальон построили, тут же выявили виновных, тут же выявили подразделения, из которых эти виновные, я имею в виду, роты. Ну, и все, этих отправили спать, а те всю ночь, короче, там, кто трудился, кто стоял, кто отжимался, кто там, и это прямо на корню через коллектив воспитания произошло. Просто и причина была не в том, что у того была такая национальность, у этого была такая, нет. По одной простой причине он был сержантом. И ни в каком этом вот прям вот это нельзя было переступить. Вот были внутренние драки, я дрался, но это все было вне. Но если это выносилось и становилось фактом, это прямо на корню наказывалось. А насколько социальный статус сержанта был выше такого же статуса солдата? Никаких этих льгот не было. Котлеты были такие же, грубо говоря, там, и компоты, как и у всех остальных. А социальный статус был лишь только в том, что ты умел общаться с людьми. И вот, начиная этот разговор, я хотел бы отметить такой момент, что твой статус, он формировался из двух частей. Твое поведение в быту, полевом, и твое поведение в засаде. И если ты в засаде себе позволял роскошь быть вот таким человеком, который вызывает уважение там, и идет ровно столько же, сколько все, и воду из РДВ, резервуар для воды, резиновый РД со шлангом из него пьют. То есть это формирует твой статус и уважение. Это же транслировалось и в быту. То есть ты зря людей не кусал, зря какие-то работы им не давал. Я, например, поступал таким образом. У меня во взводе были дагестанцы и были эти узбеки. Ребята, было несколько молдаван, служащие только начинающие, молодые, короче. И все, я просто, если мне нужно было сделать что-то, я подходил, короче, и в зависимости от сложности задания давал его либо дагестанцу, он уже там организовал бригаду, которая это все исполняла. Я потом приходил и удивлялся. Либо в зависимости от этого давал этим двум узбекам. Вот, кстати, к сожалению, они умерли. Бухаров и Рахимов. Один из них умер пять лет назад, а другой только год назад. Очень физически крепкие ребята были. И надо отдать, должны они трусили вообще. В 1982 году летом был такой момент, что всех граждан Средней Азии убирали из бригады, потому что были случаи предательства какие-то там непонятные. До нас их не доводили, но повод был. Их убрали, очень много и уехало. Их заменили призывом с Молдавии, с Татарии ребята приходили, с Урала там. Вот, ну, прям очень сильно вымыли. Я бы назвал где-то процентов 50-60 некоторых подразделений. Просто их убрали. Тех, кто пришел со Средней Азии. Их тоже убирали. Им давали возможность, что они льготы сохраняют, потому что они прибывали, вели все, и они отказались уезжать. И я подходил к ним и говорил, Бухаров, он был физически крепкий, с характерной такой растительностью на груди. Я его погонял, и кличка у него была директор пивзавода. Вот, я к нему подходил и говорю, надо вот так вот, Бухаров. Все, он мне ничего не говорил, он шел и делал. Ну, и я тоже должен был быть определенным уровнем признательности, позволял им некоторые вещи в рейде, на засадах, где-то что-то как-то делать. И поэтому все это такая тонкая нить взаимоотношений. Вот, она не построена на ударах прикладом по голове. Нет, она именно вот, потому что я это мог делать, я это и делал. Но я это делал по отношению только в том случае, когда я был уверен, что я в ответ не получу. И второй момент, что не получу лишь только потому, что это оправдано. И сделать в ответ мне позволят только те, кто знает причину, и они будут знать, что я был прав. И они не позволят этому произойти. А вот эта наука управления на таком вот низовом уровне, она где-то преподается, или ее можно только в войсках и на войне опознать? Я думаю, что это все-таки опыт, который нарабатывается. Были случаи, когда вот тот же парень украинец, гимнаст, который, из него сержант в ДШБ не получился. Также вот у нас был Нишанов, он был узбек. Он пришел сержантом, но он отказался от звания сержантского и служил наравне со своими земляками. И в 1982 году, летом, в июле месяце, 6 июля, во-первых, мы попали в засаду при сопровождении колонны с хлопком из Индии, это Брежнев предпринимал какие-то попытки взаимопомощи создать экономику страны, там, Афганистана. И колонна из Индии прошла через Пакистан, и зашла через Кандагар. Почему они через Джалабад не поехали, я не знаю. Ну, короче, мы ее повели из Кандагара в Калат, это туда на север. Это чисто пуштунские места, Калат. И не доезжает до Калата, там был взорван мост, его нужно было обходить, мы попали в засаду. Гранатометным выстрелом впереди идущий танк афганский попали между третьим и четвертым катком, с детонером боекомплекта оторвало башню, нас начали обстреливать. И мой БТР, 345-й, он был вторым, но к речной долине, с этой стороны была сопка, нельзя было уехать, мы были прижаты к ее склону, и угол склона был такой, что на БТР не заедешь. Стрелять с КПВТ мы не могли, потому что позиции были очень близко к насыпи, а склон уходил с оврагами к речной пойме, ну, туда, к реке, и угол пулемета КПВТ, который пускал, создавал мертвую зону. Мы их не доставали, наши пули из КПВТ ложились у них за спиной, у них в этих протоках, вот в этих вымытых сухих руслах были окопы, и они, мы буквально перекидывались гранатами. Вот, и в этой ситуации, значит, погиб урод, гранатометр ему попал в голову. Сначала первый выстрел гранатомета попал на башню, потому что пулемет стрелял, и они выстрелили, и чтобы убрать гранатометчика, но промахнулись и попали на башню запасное колесо в БТРе. Там, как правило, всегда лежит так называемый боевой мусор, начальная от разобранного зипа к БТРу, ключи там всякие, домкраты, и заканчивая мешками с гранатами, там все это все разлетелось, колесо лопнуло, и гранатометчик Жилпука Рахметов, который сидел, он получил контузию, он вывелся в боковой люк сразу же, а у водителя люк был открыт, и он получил контузию по голове, частичное ранение касательно оскорочное, и он начал делать вперед-назад, не зная, что пулеметчиков в БТРе нет, пытаясь изменить позицию БТР-атакую, чтобы мы могли стреляющих, атакующих с огнем пулемета подавить. Они увидели это и поняли, и вторым выстрелом гранатомет влетел, а меня не было, потому что я уже был за этим, когда все началось, я был за БТРом, с брони уже слез, и она влетела через командирское сидение, здесь стоит прибор радиоактивной защиты, она его оторвала, тут рация с этой стороны, пролетела через меня, через гранатометчик, и водитель, который там был, он собрал все осколки, которые разлетелось, значит, это оперение, не оперение, а остатки коммунитивной этой воронки, струя вся эта прошла, прожгла, и она прям по антреплингсам боковым вошла, и на вылете, а в это время БТР дергался, командир рот играл, остановите, и мы подбежали, кто-то положил, успел положить руки на скобу, потому что БТР дергается, все стучат, а он там тоже, ну и дергает машину, и все вот так, и вот он положил руки, и она ему вылетела, и уже само оперение, то есть болванка, она ему прям точно в голову, рация ромашка, высокочастотная связь с вертолетом, значит, планшет, там это все, мы с него сняли, голову там, ребята с трудом перебинтовали, отправили вертолетом, уже в вертолете он умер, и командование вот осталось на молодом офицере взводном, Василий Коростылев, он сейчас живет в этом, в Сергиевом посаде здесь, и все, и он нам собрал сержантов и говорит, ребята, все командование на вас, командуйте, как хотите, но это было недолго, я рассказывал об этом гораздо дольше, об этом бое, тут же подошла основная группа, колонна не подошла, это вот так дозор сжгли, подошел слабый денек, комбат, и все, с ним пришли два танка, и там, короче, по полной катушке, но я рассказываю про Нишанова, который отказался от сержантского звания, и вот в этом бою душманы заняли на границе, на рубеже РК, который шел, позиции, и афганцы пошли до первого убитого, первые же убитые, они вернулись, подняли, по-моему, четвертую роту, четвертую, пятую, и они пошли, и солнце уже садилось, и традиции воевать ночью не было никаких, но комбат принял решение, мы, когда их выбивали отсюда, из нашей роты на крайнем дуале закрепилась группа, это был Нишанов, и когда танки выехали, он там сказали, посчитайтесь, мы чик-чик посчитались, Нишанова нету, вот, и танки, когда выехали, с короткой остановки двумя стволами, как далее, там все в дребезге, все же эфир слушают, и в эфире Марс-Марс, это был позывной комбат, Марс-Марс, и я не Нишанов, снаряды от танка легли там в десяти метрах от нас, и он ему говорит, спокойно, сынок, снарядов не будет, но все это уже услышали, потому что по идее он должен был говорить гектар, Марс-Марс, я гектар, вот, а он в этом эффекте, вот, в таком состоянии был, я считаю, он проявил мужество, оставшись в окружении душманов, там все, потом это все выбили, не потерял со своим подразделением, ну, группой своих, ну, сержантом отказался быть, это пример для того, что вот люди принимают какое-то собственное решение, то есть по своему статусу, поэтому не обязательно быть сержантом, чтобы быть уважаемым человеком в мужском коллективе, я считаю, ну, просто накладывает отпечаток на тебя определенную ответственность при введении боевых действий, ты принимаешь решение, ну, сказать о том, что меня никто не слушался и что моя сержантская власть была построена на какой-то, на каком-то насилии, это я не могу сказать, я думаю, что я умело как-то вот мог балансировать вот на, чётко зная, что здесь национальную черту не нужно переходить, и если они себе позволили ночью хомячить плов, который они приготовили для себя, и там узким узбекским кругом, не надо ничего делать, это их неоправо, потому что мы так же хомячим, когда ставим брашку где-то и что-то выпивая. Какие формы в таком боевом подразделении как ваше могла принимать дедовщина? Значит, утром мы когда в палатке просыпались, стоял бак, оцинкованный бак с краником, я не помню сколько там, литров 20-40, вот, это был неприкосновенный запас, он стоял в палатке и был поставлен с целью, чтобы избежать обезвоживания, это была очень большая проблема, потому что на жаре градусник там доходил до 70 градусов жары, и многие металлические детали, тот же турник или что-то, где-то на БТРе ветоши все было обмотано, и на БТРе без сидушки никто не ездил, потому что можно было ожог получить. Вот, и этот запас воды стоял, но дембеля и люди с определенным статусом, которые они его заслужили, имели такую возможность и дать команду пожар, и молодой вскакивал дневальный, и этой алюминиевой кружкой черпал и нес в воду, но самый такой, я считаю, беспредел был это, когда он, допустим, черпал и там изображал так мигалками пожарную машину, короче, и эта дистанция была внутри палатки там не более 8 метров, вот это вот самое такое, ну и плюс еще сходи покушать, принеси что-нибудь такое вот, покушать, принеси это, потому что всем известно, что молодой солдат всегда имеет какие-то нычки, вот, а была традиция курить доступную гашиш, который там был на воду, он, естественно, вызывает, после употребления воды, естественно, кровь приливает к желудку, вот, и естественно, открывается желание покушать, вот, и здесь тоже такая команда, в остальном нет, опять же, потому что коллектив был вооруженный, ты всегда, если ты был беспредельщиком и мог себе это позволить, во-первых, ты нарушал дисциплину внутри моего подразделения, ты мою сержантскую империю ломал, вот, и я этого не мог позволить, к моим солдатам вот так относиться, были люди, имеющие более низкий статус внутри подразделения, в роте, в батальоне, но это было батальонно, и никто не позволял с другого батальона чморить нашего бойца, потому что это наше личное дело, мы его зачморили, но не для тебя, поэтому мы не трогали чужих чморей, а они не трогали наших, но такие люди были, потому что однородной среды, даже сейчас в нашем гражданском обществе его нету, а там это все выявляется, я могу сказать вот одно, побрейте человека на лоса, оденьте на него панаму, и я вам скажу, кто он и что он, это вот, это прям вырабатывалось, но пришедший человек, он узнавался в течение, ну, недели это очень много, 3-4 дня, и про него уже все сразу было ясно, вот прям все. Вот этот вот статус, который он обретал через 3-4 дня, он был обратим или навсегда? Нет, он был обратимый, и, как правило, в сторону роста, вот, потому что, и если даже ты знаешь, что этого человека ты можешь нагнуть до такого уровня, до определенного, тебе это не нужно абсолютно, потому что опираться, опираться можно лишь только на то, что сопротивляется, поэтому всегда оставляли определенный уровень сопротивления, вот прям, потому что, ну, как ему он не нужен, если ты вот так сломал, он сам себе даже обеспечивать не сможет, он просто загнется, зачем он нужен? То есть этим никто не занимался, сказать о том, что дембелизма не было, я не могу, но припомнить, вот, как сержант каких-то там сумасшедших, вот, на примере Советского Союза, в Союзе, кто служил каких-то там, я вообще даже не знаю, там, что-то, с веточками под окном бегали, изображали, значит, поездку в дембельском вагоне, значит, и все такое, нет, не знаю, это невозможно было, это опять же, довести человека от крайней стадии до, это самострел, вот, но, опять же, вернусь к подготовке, это очень важно, когда человек напереходит в изнеможение, в изнеможение, так же, как и мы все, теряет силы, он, мозг отключается, мозг отключается при определенной нагрузке психологической, страхе, там, при этом все отключается, ты потом только начинаешь вспоминать, что с тобой произошло, ты этого не помнишь, так же и при усталости, происходит отключение, ты с животным становишься, к тебе начинают рефлексы работать, и когда ты падаешь, и я просто рассказываю о том, что было в подразделении, падаешь и говоришь, все, я дальше не пойду, там, ничего, тебе подходит, еле перебирая ногами, такой же уставший, взводный, и устало тебе говорит, рот открой, и ты че, рот открой, он рот открывает, он ему компенсатор туда засовывает, ствола, короче, и говорит, маме че сказать, он что, маме че передать, все, он встает и идет дальше. Мы коснулись вопроса, сходи, принеси что-нибудь покушать, что можно было принести покушать, и как вообще питание бойцов было обеспечено? С голоду никто не умирал, еда была достаточно доступна, никто не шоковал, там никаких там спец каких-то пайков не было, но вообще такой, значит, горных пайков в мое время тоже их не было, это обычно, значит, так называемая красная рыба, не потому что она красная, а потому что она в томате, рыба в масле, тушенка очень хорошая, хорошего качества, плюс, значит, напитки, это лошадиная радость, это овсяный кофейный напиток, значит, и сгущенное молоко, вот, плюс внутренняя система бартера, которая существовала, можно было менять трофейное оружие, трофейную какую-то штуку, там, на что-то как-то еще, это все процветало, все это рынок такой существовал. Какой-то жесткий более-менее курс обмена был, что на что менялось? Был, например, запасное колесо от машины ЗИЛ стоило порядка пяти тысяч афганей, вот, а медаль за БЗ стоила семь тысяч афганей, то есть ты семь тысяч афганей даешь, и писарь тебе гарантирует, что в очередной пачке наградных он там тебе-то засунет, но другое дело, пройдет это или нет, потому что там другой контроль, тот же замполит и все остальные, кто полномочен писать наградные, они это все фильтруют, и на какой стадии тебя туда запишут, и даже если она тебе придет, замполит, скажет, что я этого не писал, это много будет, вот, ну плюс при дисциплинарных взысканиях наградные рвались, как наказание дисциплинарное, вот, были еще такие очень моменты, хотел их отразить, это именно при, когда подразделение выезжает, на засаду выезжали без пафоса, как правило, ночью, выезжали, стояли, потом продвигались, потому что разведка их не работала очень сильно, даже на путь исследования мы отмечали зеркальные эти маячки, то есть колонна идет, мы с трассы съезжаем в сторону Спинпулдака и в пустыню уходим, либо вправо, либо облево, вот вправо, когда уходишь, в Регистан непосредственно, вот, и там у тебя, у них, мы прям иногда сами это видели с гряды идет, это говорит о чем, о том, что там в какой-то нише, где-то, как минимум, с кувшином воды и лепешкой сидит товарищ вот с такой оптикой, и он эту дорогу смотрит, и оттуда зеркало куда-то что-то семафорит, никаких там ракетниц, ничего такого, вот, это все-то было, но я хотел отметить момент, что, несмотря на то, что мы постоянно куда-то ходили, вода, еда, вот, она не была, она не была этим ограничением, хотя для меня война развернулась немножко другим, я ее как-то, я не знаю, с чем это связано, но я ее видел все время и с внутренней стороны, то есть я даже драку или просто бой рассматривал вот с какой-то точки такой психологической, я не знаю, откуда это было во мне, но мне это было очень интересно, я потом общался, общался, спрашивал, почему ты так поступил в том бою, почему ты так, потому что, например, когда подразделение попало в засаду, первыми выстрелами кукушки, это было 22 апреля 83-го года под Синжираем, на том же месте, примерно в том же месте, где Димаков стал героем Советского Союза, вот при том же операции, там рядом, недалеко, в сторону Ламинара стоял, по информации разведки, подземный французский госпиталь, врачи без границ там, мы туда никогда не смогли попасть, по крайней мере, при мне, вот до 83-го года никто туда не мог, и бомбили там, что-то не делали, и они его тоже охраняли, я подозреваю, что там были какие-то подразделения с их стороны с хорошей подготовкой, потому что они очень мобильными группами пресекали все попытки проникновения в этот район и довели даже до того, что вот Александр Димаков вынужден был взорвать себе гранаты, чтобы не попасть в плен, то есть настолько они хорошо знали районы, настолько тактически, грамотно мобильными группами действовали, что останавливали, ну, так скажем, подразделения, выполняющие в рамках батальона какие-то задачи, то есть вот наша рота попала на трагически распахнутой местности, это, грубо говоря, стол накрытый, хороший застолье, на нем постоянно что-то стоит, да, но есть моменты, где пустые места, и вот мы это все протекаем, стройками протекаем, группами такими, и ты упираешься в пустое место, его надо пересечь, и такие места, они где-то здесь оказывалось сопротивление, где-то здесь нас направляли, то есть ломали линию прочески, и мы вынуждены были выходить на трагически распахнутую местность, которая, как правило, в Кандагаре была в виде клеверного поля, хорошо залитого, то есть чавкает там все такое, трава такая зеленая, вот они когда на него вышли, их начали кукушки лупить, они вынуждены были еще стоять, чтобы подтянулись отставшие фланги, вот, они стояли минут 30 перед полем этого, на той стороне поля был забор, дувал, с темными пятнами свежей, мокрой глины, только дырки восстановили, и ни у кого даже в голове мысли такой не было, что это, в принципе, это рубеж, по сути дела, вот, наспех подготовленный, в ожидании нас, то есть их туда привели, и когда они по клеверному полю пошли, мобильный, ну, так же группами, никто цепи не уходит, ничего, их кукушки начали лупить, никто этого не готовит, но у каждого, у человека по-своему проявляется его эффект на момент боя, я когда с ними разговаривал, кто-то уползал, кто-то это, а вот один из этих братьев, с кем я служил, с Казахстана, с Вова Сафонов, он просто упал на спину, но у него был опыт малолетки, два брата-близнеца, один уже сидел в тюрьме по малолетке, а второй нет, и различать их, разручать их было нельзя, но как они там в Афганистан попали, я не знаю, но у него человек вместе со мной прошли, и отличные ребята, ничего про них сказать не могу, родились и прожили всю свою жизнь, живут на урановом руднике в Казахстане, он упал на спину, и вот по этой жиже с травой, муравой, грубо говоря, отталкиваясь ногами, стреляя, выплыл, грубо говоря, вот с этого трагически рага, ноги падали, совершали ошибку якорями, локтями в землю, и этот треугольник между головой и локтями там туп-туп, но опять же, вспоминая вот этот случай и проявление по-разному вот этих навыков выживания, хочу сказать, что в мое подразделение, именно в мое подразделение, в четвертый взвод попал Паша, кличка была телеграмма, потому что он служил в штабе, и всю весь до дембеля прослужил в штабе, и он когда к нам в роту пришел, потому что прощелкал на своем дежурстве связиста какую-то там телеграмму, и комбрик его лично избил ногами и отправил к нам искупать кровь в боевое подразделение, он пришел и стал предъявлять, что он дебель, ему напомнили, что в армии есть две армии, он сегодня попал во вторую армию, поэтому тот дебель под кондиционерами, который у него был, здесь не считается, я у него забрал Панаму, комплект, я не буду обманывать, но на какое-то количество комплектов есть Панама, на две строчки у нее поля шире, и Паша был в такой Панаме, а у меня была Панама, она белая была от солнца, просто белая, я Паше говорю, Паша, для твоего статуса будет только лучше, короче, я ему эту Панаму свою белую раз, а его Панаму забрал себе, вот, меня зовут Андрей, и меня звали Дюша, и я, чтобы не забывали, авторучкой на торце написал латинскими буквами «Д», «У», потом и совершенно, ну, умники, кто знал латинские буквы, почему-то читали «Душа», короче, и погоняло такое, поэтому осталась «Душа», а было написано, ну, по идее, «Дюша», да, когда я взорвался и попал в госпиталь, я оттуда вывез, он как, четыре магазина, ну, блядь, РПК, и эту Панаму, которую я почему-то Паше в телеграмме отдал, но она почему-то, это моя личная Панама, я с ней все прошел, но кто-то посчитал нужному Паше ее забрать и мне ее передать, чтоб я улетел с ним на дембель через госпиталь, так вот, Паша по-боевому не был готов к той позиции, к которой он попал на этом клеверном поле, и историю, которую я хочу рассказать, она очень важна в психологическом плане, она отражает вот эти моменты. Есть такая традиция у англичан, войска Пакистана, Афганистана, Индии, это английская традиция военная, так называемая гонять свинью, они начинают стрелять в человека и гоняют его по кругу, не дают им одуматься, превращая его в свинью, просто до животного ужаса его доводя, а потом просто убивают. И вот когда первые погибшие появились, а остальные смогли с этого поля уходить, второй брат Сафонов Александр Вова ногами отталкиваясь, уплыл, этот с самого начала, потому что пошел первым, он опустился в Орык, все остались на берегу Орыка, то есть на бордюре его на этом брусе, а он снял каску и опустил, и в это время открыли Орык и пустили в воду, мощная волна, он был в буронежилете, его потащило, он смог только снять буронежилет, у него был НЦП, он был сержант, сержанты в засадах, это были с этими, ночного видения, с прицелами, вот, он только смог поймать автомат и лифчик с магазинами, а бронежилет, каска и НЦП, оно все уплывло туда, и он когда выполз, он уже видел, что люди уже убиты лежат, ему надо было выползать, вот, когда выползал, с его рассказа, с его слов рассказа, он говорит, я и ползу, смотрю, у меня помеха справа, Паша ползет на коленях, у него гранатомет на шее качается, ему, говорит, дарит трубу, что-то человеку дать, он гранатометчик был по расписанию штатного, и он ползет вот так, на ремни порежет, круг такой нарезает, я, говорит, остановился, но помеха справа, он мне раз, прополз, короче, я такой дальше, короче, ползу, выползаю из поля, хоп, смотрю, Паша уже слева, по идее, он меня должен, говорит, пропустить, а он меня не пропускает, я все, все, и у всех отложилось мнение, что Паша чманнул, потому что из него сделали свинью, и он ползал по кругу, снайперы с кукушки, которые практически выщукнули, там, порядка, ну, сразу около восьми человек, они его гоняли, и это впечатление было у всех, но перед этим была операция, и мы шли, взяли в виноградники несколько белуджей, не пуштунов, а именно белуджи, что они там делали, мы не знали, поэтому мы их вели с собой, и вышли также на трагически распахнутую местность, это на границе реки Тарнак, с этой стороны Регистан, с этой стороны Лашкалевка, здесь зеленка Кандагарская, это все восточный Кандагара уже, и по нам, как дунули со всех стволов душманы, я смотрю по сторонам, чтобы определить визуально хотя бы, ну, в общем, арык, в который я упал, он был примерно как вот низкий уровень вот этого кресла, то есть это было сантиметров сорок, не больше, это старый арык, он такой, я в него упал, расплющился не могу, и упали впереди идущие пленные с нами, которые были, и это, и я передо мной шел в Белуч, и его вытолкнули из этой ямы, потому что не всем хватало места, и он остался на брусере вот этой маленькой канавки, и так лупили, что голову нельзя было поднять, вот как будто дождь идет, но он идет параллельно с землей, и я так вжался, что боялся, что вот, ну, сейчас нас просто, это все кратковременно, но мощность огня и плотность огня была очень сильной, и он вот так вот сел и начал молиться, а я сидел вот здесь, и я думал, сейчас в него как даст, и меня пельменями его сыпет, и начал сдавать назад, и просто ногами в голову Иргашева с моего взвода узбека. Естественно, он меня толкнул, ты что? Я говорю, да сейчас как показываю, сейчас как даст, и все. И он мне сказал, Иргашев тогда, ничего с ним не будет, он под дланью Бога. И ни одна пуля этого не зацепила. Я по образованию инженер-физик, я 20 лет с лишним потратил на изучение всех этих теорий, хаоса, теории игр, теории случайностей, чтобы ответить на вопрос, как я наступил на мину. И частично я для себя нашел ответ, как я нашел эту мину. Но ответ на то, почему этого парня не убило, хотя я лежал за ним, и пули, которые летели, над моей головой свистели, хотя, по идее, я должен был быть в тени, мягко говоря. Я не знаю, но он молился, молился истово. И Паша был свидетелем этого. Мы как раз в засаде были, шли, и мы взяли их в плен, и выходили из зеленки. И он видел этот случай. И когда с ним это происходило, я потом с ним разговаривал, он говорил, что я хотел просто остановиться. и помолиться. Но я молиться уже не умел. Думал, боже, ну что, как... Только сяду возле меня. Я раз на четвереньках, она... И вот так вот они, говорит, мне по кругу. Я говорю, кроме травы, ничего не помню, как ползал. Я, говорит, сейчас старюсь. У него все успешно в жизни. Я, говорит, сейчас старюсь, и не хочу ни с кем встречаться. А я встречаюсь с этим Сашей Сафоновым, братом того, который выполз на спине по траве. И он говорит, Андрей, мы все выползли. Благодаря Паше. Они все стреляли в него потом и не могли попасть. И их это бесило. И пока Паша ползал и молился, пытаясь молиться, он только, говорит, я сяду там. Я раз. А вот это... Не потому, что человек не мог стрелять. Он просто... Я не знаю, вот эту тему религиозную. Я не хочу сейчас обсуждать и поднимать. Мистическую. Но вот это явный пример. Вот я лежал под этим душманом. Ну, пленным. Белуджем. Пули летели. Никто не мог поднять головы. Мы лежали вот в такой маленькой канавке. Он сидел, молился только что. Потому что его вытолкнули просто из этой ямы. И ни одна пуля в него не попала. Но он молился очень истого. И вера имеет какую-то силу. И сам узбек Иргашев мне сказал, говорит, да ничего с ним не будет. Он сейчас под ланью Бога. Вот. И Паша тоже был под ланью Бога. Но я подозреваю, что Бог сидел. Говорит, да боже мой, да остановись ты ради Бога. А эти в него лупили и попасть не могли. Но за это выползла. Остала у меня часть роты. А он здесь живет с мыслью о том, что вот он чманул. Он вот такой. И в роте до дебель уходил. Именно как... Да, это тот, из которого свинью сделали. Но свинью, когда делают, ее потом убивают. Это английская традиция. Это сломить дух подразделения. Что мы вашего солдата вот так, как этого гоняли. А потом закололи, как свинью. И все. Но у них этого не получилось. И вот такое двойное дно в этой истории. Но увидел его и я. И у меня в самом начале всегда было такое отношение ко всем этим историям. Поэтому я общался с людьми, встречался и разговаривал. У меня их очень много, этих историй. Внутри вот солдатского коллектива, что чаще всего обсуждалось? Какая-то мистика. Вот нам ранят, убьют. О чем говорили? Мечтали о дембеле домой. Где-то процентов 70 разговоров. Кем приду, кем буду. Что буду делать. Вот. Про мистику не говорили. Про мертвых и убитых было табу. Просто не говорили. Но вещи раздавали. То есть, если в коптерке открывался ящик из-под гранат. Редко кто имел в себе возможность наполнить ящик от АГС, допустим, или от гранатометов. Вот. Ящик от гранат открывали. И, значит, вещи раздавались на память. Что у солдата могло накопиться на службе? Хорошие верблюжье одеяло. Кроссовки. Неношенный комплект. ХБ. Теплые вещи. Деньги, все остальное. Это все было индивидуально. У каждого были свои нычки. Это теневая экономика внутри бригады, внутри солдат. Что она... Трудно сейчас об этом говорить. Но у меня есть друзья, которые... Война – это бизнес. Как бы это странно ни было. И пока кто-то получает какую-то прибыль, деньги всегда там присутствуют. Ловили людей, которые возили зарплату душманов. Мы же делали засады. Кто только не попадался. Попадались торговцы. Вот. Попадались... У нас был Ахмед. Мы в засаде взяли французское... Комплекты французского фарфора. Ну, пили чай из французских кружек. Ну, если что, мы там супницы, куда ни нам. Мы взяли несколько коробок, отнесли и спрятали. Эти овраги, которые к реке идут, туда их положили. Ну, две-три растяжки поставили, чтобы присыпали, как могли. Вот. Потом к нам приехал на концерт. Армянская группа концертная. Шикарный концерт они нам сделали. Все. Кстати, Ахмед был азербайджанцем. А приехали армяне. Это я про будущий конфликт говорю. Все. Ахмед что-то пропал где-то, протусовался, потом раз опять объявился, и все. Мы потом поехали. Мы говорим, а что, Ахмед, ханагом твоим этим самым... Он молчит, мы смеемся. Ну, мы хотели расстрелять их просто, эти ненужные тарелки. А он говорит, давайте не будем. И спрятал эти коробки, необычные картонные коробки. Грубо говоря, до первого дождя. Потом долго смеялись, а потом в курилке сидим, он письмо читает. Вот сестра письмо написала, спасибо большое. Мы говорим, какое? У сестры была свадьба, я ей приданное отправил. Мы говорим, какое? Он говорит, ну, те две коробки. Мы говорим, как? Он говорит, а вот помните, приезжал этот ансамбль. Все. Наговорился, земляку помогли. Армяне помогли азербайджанцу вывезти эти комплекты. Там 12 персон, там супница, я не знаю, что там. Суповые наборы французские. Белый такой фарфор с синими такими красивыми рисунками. Фиолетовыми. Вот тоже пример, тоже теневой экономики, которая там существовала. Хотя я не знаю, вопрос к пограничникам, к музыкантам и ко всем остальным, как оно возилось. Но я не думаю, что пропагандистские бригады, которые летали на самолетах, может имели с собой доступ, до досмотра какой-то и как-то это помогло, не знаю. Ну вот сестра прислала письмо, что по крайней мере получил. Может быть он отправил гораздо больше комплектов, но один из них дошел до сестры, по крайней мере. Вот такой тоже факт. Ну что боец мог в Дукане, например, купить или продать? Продать. Понятно, что оружие было в ходу. Но это была тема такая очень запретная. И причем запретная с этой стороны, с нашей. Это очень сильно наказывалось. Я как сержант был свидетелем, приглашенным на казнь в соседней роте. Избили солдата, а потом сдали сами. Он продавал продоваренные патроны, но продавал. Но продал при этом НЦПУ, приборное штановедение. Вот. И очень жестко. Прям очень жестко. Мы просто остановили от самосуда, спасли его. И только поэтому сдали его в особый отдел. Поэтому это не процветало. Это так же, как многие совершали, даже я подозреваю, героические поступки, только понимая, что если они этого не сделают, им нечего будет в палатке рассказать об этом. То есть это такая мотивация. Тебе все равно возвращаться к этим людям. У тебя вариантов нет никаких. Сгущенку продавали. Был свидетелем того, что привезли новые эти модели. Мы на 3-й батальон на кирпичном заводе в Кандагаре в 82-м году летом попал в перестрелку и закидали химическими гранатами. Сразу пошел приказ по противогазам. Пришла колонна, привезли новые модели противогазов общевые, с презервативом на голову, с командной мембраной, чтобы голос можно было передавать с этой штукой. Так вот мы приехали, привели эту колонну, ездили ее встречать. Мы ее привели, она поехала разгружаться на артсклады. Мы приехали, поставили машины в парк и пошли мыться на рык. На рыке на противоположной стороне сидел пацан афганец и резал на резинке для рыгатки уже презерватив из этого нового противогаза. Как он из колонны таким образом за такое быстрое время к нему попал, я понятия не имею. Ну и сгущенка также уходила за деньги. То есть она стоила определенный бизнес. Бизнес был, люди его вели, прапочки, наверное, для этого и существовали. Это все элементы, негласные элементы той войны, которую вела как бригада. Я вот прям хочу это отметить, что внутри бригады, я не знаю, откуда это, но вот эта криминальная атмосфера, она всегда была. То есть бригада была внутренняя какая-то, она дух какой-то, то ли малолетки, то ли я не знаю, что-то криминальное такое. Даже в личных отношениях это все время присутствовало. Были четкие границы подразделения, никто не переходил, чужой человек по территории батальона не мог ходить. Хотя это просто был ряд палаток. Вот, то есть как-то вот прям четко вот эти границы невидимые, они прям четко были обозначены. Ты не мог определенному человеку вот так сказать, например, вот этого знаменитого обращения бача, его не было. Потому что бача это мальчик для гомосексуальных развлечений. И хотя там в центральном Афганистане там, а бача, привет, вот тут где-нибудь там кто-то обнимает, начинает свой перхоть мне на плечи сыпать. А для меня это обидное обращение. В Кандагаре у нас никто так, по крайней мере, до 83-го года никто так не разговаривал. Потому что мы знали, мы этих детей видели, бачат этих. Это в Велеселине там, у каждого континщика был свой бачонок, который вот оно, бача в смысле, не бачонок, а бача. Поэтому вот это обращение, оно как-то вот так вот. Понятно, что его можно было перевести грубо так, как пацан. Но не в том понимании, который был у нас в Советском Союзе, чтобы быть нормальным пацаном, нужно было вести себя по-пацански. А здесь многие его как-то использовали. Думаю, что так же, как и биджо, это тоже нельзя мужчине определенного возраста говорить в той же самой Грузии. Потому что это определенное обращение, надо определенный статус иметь и возможность, чтобы так тыкать и говорить. Поэтому бача для меня это обидное слово, я его не приемлю абсолютно. Но бригада внутри, она была очень разгильдяйской, в хорошем смысле этого слова. То есть устав, там максимальное сопротивление было уставу, ну вот просто максимальное. Там, допустим, пошли итальянские плавки такие, синтетические, в полоску. Естественно, они появились в континах, и автоматически в результате вот этого бартерного обмена они появились у солдат. И на очередном осмотре строевом сняли штаны, короче, и все стоят приблотненные, все стоят в этих. Он нам начал объяснять, и он абсолютно прав, что это не гигиенично, что вообще надо мужской аппарат беречь от таких воздействий термальных. И что там, ну вообще, вот это неправильно, и он прав абсолютно, потому что это чистой воды была синтетика. Вот армейские трусы, но они черные, застиранные, да, выгоревшие точно так же. И все, и он ходил с бараньими ножницами к комбрике, и резал, причем резал так, что когда подсовывал, на бедрах кожу рвал. И разрезал у всех там эти трусы, и все, через неделю новый строевой смотр. Раскупили весь ситец на синем фоне, белой ромашки, как у волков, ну погоди. И он, когда штаны снимать, вся бригада, причем разной длины, футбольные, с лампасами, по самое нельзя, короткие, легкоатлетические. Все, вот такой вызов, вот, ты с нами так, а мы там вот так. И говорить о том, что процветало вот это со стороны офицеров, это неправда. Вот внутри батальона я обязан был офицеру, в каком бы состоянии ни было, как бы я ни выглядел, я ему честь обязан был отдать. И я ему отдавал, потому что я знал это офицера и знал, что он из себя представляет. А, допустим, там какой-то штабной идет, залетный, я не знаю, кто он. И я сейчас ему там буду честь отдавать, я честь не отдал. А, сержант, иди сюда. Я просто разворачивался спиной и уходил. И если он добегал за мной, я, конечно, потом тарялся, но если он меня там догонял где-то в расположении, там, хватал там в завху, ему никто не позволял, только прекрасно. Были случаи драк между офицерами и солдатами. Я сам лично дрался с офицером саперной роты, вот, физически крепким человеком, выше меня на две головы. Но мы пришли с засады, и те, кто в засаду не ходят, должны были нам подготовить баню бригадную. Стояла машина, эта химическая, которая пар нагоняет, и все, палатка. Куда, где мы. Мы приходим, а там моются саперы. Я с уважением к ним отношусь. Я не думаю, что тот проступок, который я совершил по отношению к саперам, привел меня на мину. Но они такие же боги войны, как и артиллерия. Я с уважением к ним относился, потому что я видел, как они бегают впереди минной собаки и все это такое. Ну, я зашел, наорал и выгнал их. Быстро-быстро поджопников надавал и выгнал их из палатки. Ну, и все там. А с ними был прапорщик. Он побежал и позвал офицера. И он такой выходит, Тоди старший. Я говорю, я. Ну, все уже разделись, начали мыться. Я такой выхожу, да. Ну, естественно, в ремне, он у меня спущенный, я только приехал за садами. И самому тоже надо помыться. Он такой, что ты такой, сержант, наглый? С какого батальона? Я говорю, со второго. Он говорит, а-а-а, хороший вознадный комбат такой. Ну, хороших сержантов он воспитал. Ну, это, типа, борзеть-то не надо. Все. Я говорю, я не борзил, я просто там вот так. И он меня за ремень. И я понял, что надо быть первым. И я ему с ноги, вот, и он меня так чуть приподнял. Я чувствую, у меня этот, правая нога отрывается от земли. Он физически крепко. За ремень меня. Поясной ремень меня поднимает. И я левой ногой оперся, и правая ему в голову. Но он, видимо, то ли каратист, то ли дзюдоист. Дар был неподготовленный. Такой чисто косметический, такой понтовый. Он мне ногу поймал, и на болевой. И я, блин, я не знаю, пахал эту землю, как он меня тащил, как плуг по земле. Вот. Но я тоже там не остался. Второй свободной ногой в ботинке тоже его долбил. Но мы оба встали поцарапанные, разбитые. Нас разняли полуголые, кто выбежал на крики, на все. Вот. Я потом долго не мог ходить, как он мне сухожилия не порвал, я не знаю. Но он меня, во-первых, на бросок поймал за ногу. Вот так об землю, а потом еще начал ломать. Никакого дисциплинарного взыскания я за это не получил. Надо дать ему должное. Мы потом с ним встречались. Вот. Он не пожаловался, ничего никак не это. И я тоже не хвастался, не ходил никому, ничего не рассказывал. Потому что, во-первых, мне нечем было хвастаться. Я люлей от него получил. Вот. Но он вот. И такое вот это нормально было. В порядке вещей. Расскажите, пожалуйста, про засадные действия. Какие типичные задачи вам ставили в ходе таких действий? Как вы их реализовывали? Что считалось зачетом? Вот это не отступление, а дополнение. Ротация кадров в среднем, ну полтора-два года, да? Офицеры, солдаты. И причем это все в противофазе, одновременно не меняются. То, что мы попали 22 апреля на то же самое место, где Александр Демаков совершил, и нас под точно такой же схеме раскатали, как и подразделение, в котором он был в первом батальоне, это говорит о том, что противник тоже знал эту ротацию. И передачи опыта, как такового, не было. Спустя 3-4 года в этой десятилетней войне на тех же самых местах, где мы получали, получали другие подразделения. Потому что, как нагрел Наполеон, рельеф – это судьба страны. И как бы с нами ни происходило, генерал Демаков, который воевал на Кавказе, и та война, которая была сейчас, если положить это, все точки один в один совпадают, потому что брод и засадные удобные места, они никуда не делись. Также в Афганистане были хорошие места, были дикие районы, куда не нужно было соваться. Офицеры это все знали. Говорить о том, что это была дикая орда, я не могу. Из моих разговоров это неправильно, если такое впечатление складывается. Дисциплина была внутри подразделения, я отметил, в батальонах. Она была очень жесткая, и наказания были на примере драки сержанта, который выхлопнул трубу. Очень жесткие, там все на место быстро оставилось. Но вольность тоже присутствовала определенная. И понятно, что штаб с этим боролся. Про засадные действия вся эта орда уходила. И вот эта дурь, которая накапливалась в рамках уставных отношений, которые от нас там требовали, она вся выплескивалась. Это было как песочница. Вот в нее высыпали игрушки. Вот какие ты взял, к себе подтянул, тем и играйся. Вот было у нас, была снайпер. Никакой спецподготовки не проходил, он лучше всех стрелял. Я в учебке подрался с сержантом, и мне вручили пулемет Калашникова. Всю учебку, на тревоги, на все эти дела я, в отличие от других, бегал с пулеметом Калашникова. Когда я пришел, мне спросили, что носил, с сержантом пришел. Я сказал, что пулемет Калашникова. Мне дали пулемет Калашникова, у меня сейчас в военном билете записаны два автомата. Это один, значит, к ПБС, значит, это 7.62. Второй с ласточкиным гнездом, чтобы НСП укрепился 5.45. И ПК. Вот у меня у сержанта три оружия в военном билете написано. И вот каждый брал то, что он хотел. Вот, ну, были, вот, Зубукар, он был у меня ГСником, он просто ас. И я одевал шапку, завязывал ее, чтобы по ушам не било. На плечо ложил агресс, садился. Он давал команду, я вставал над дувалом. И он у меня с плеча, чтобы я удерживал агресс. Ну, там такой, ну, мы его либо бушла там привязывали, либо там, ну, как-то я его держал. И он тух-тух, и садился, короче. И он ложил, все нормально было. Засады также ходили, и вот эта сноровка, она там появлялась, как народное творчество. Там такие вещи придумывали. С другой стороны, мы сами в засаде получали, мы, например, отобрали пулемет Калашникова. Вместо стоек была приварена велосипедная рама, рулевая, с кареткой. И если наши сошки стояли так, и ты должен был вокруг ПК прыгать, там положил, и пошел на 180 градусов. Они так просто были разогнуты с этими, вот так, болты, куда колесо вкручивается. А сама ножка-то талантливое решение же. Они его прямо натурально приварили, где крепились родные сошки. Вот, но это был, кстати, не пулемет Калашникова, а был ПКТ, снятый с подбитой техники. Ну, таких решений очень много было. И также в засаде все узнавалось по опыту. Все вот эти учебники, Г-образная засада там, вот такая, все было по-разному. Вот. Но что было оценкой? Конечно, результативность. Это были трофеи и нарушения. И не всегда с целью было поймать и ликвидировать именно караван вот этот. Это было, конечно, идеальным вариантом. Это были выездные группы, транспортные на двух, на трех БТРах. Я уже рассказывал о том, что с зеркалом это все отмечалось и семафорилось, поэтому старались на все время выехать, встать. Они тоже были не дураки, они ходили маленькими группами, вьючными группами в жару, когда вертолеты не летают и когда воздух не позволяет там и температура, значит. Вот у них были промежуточные станции, маршруты разбиты, они останавливались. И мы в основном чаще находили именно вот эти перевалочные пункты, где они отсиживались, чем сами караваны. Ну, попадались в нашу сеть и коммерческие, и эти континные дела, которые они везли. Вот пример фарфора французского. Ну, также и что угодно. Вот под Новый год брали караван, в нем были медицинские дела. И когда я взорвался, меня привезли, там же ножницы на тебе разрезают, это все, значит, достают из кармана там эти. Там был чубик выжатый. Это мазь, в которую мы потом грузили вертолет, они ее в бригаду возили. А хирург ко мне приходит, спрашивает, это че у тебя, откуда у тебя? А мне, видимо, решили отомстить. И мне, гады, взяли этой мазью, короче, и намазали этот. Тренчик поднимаешь на панаме, вот эта штука, вот под тренчиком не видно. А когда потеешь, пот, и она, видимо, какая-то такая, ну, начинает выделять какую-то фигню. Не звездочка, конечно, но слезы текут, и запах такой противный. А так она, когда сухая, она не пахнет. И вот они меня взяли там в стиле под тренчиком, а там вот такая маленькая тюбик, они вымазали. И выясняется, что это какая-то глазная супермазь, стоит бешеных денег. А они первоначально, чтобы отомстить сержанту, они придумали брызгаться этой мазью. То есть они брали этот тюбик пальцевым, на дистанции полтора метра, жидкость эту выстрелит, оно на тебе остается, на белом выжженном солнцем ХБ, жирный такой, ты его уже не вымоешь ничем, то есть пятно жирное остается. Плюс еще пахнет, когда ты потеть начинаешь на стекляшке найти. Вот и брызгались, потом, когда это все кончилось, или пока вертолет не прилетел, основную массу не забрали, я ему рассказал, он говорит, да вы сумасшедшие люди, это такое уникальное, там лекарство туда-сюда, момент был вот такой. Брали эти, континные опять же дела. Вдруг все неожиданно стали писать в таких длинных конвертах, этого евростандарта, короче, с синими такими полосками, письма домой. Вот, всем запретили, потому что почта отказалась принимать, потому что это, ну, видно, что... Просто взяли где-то в засаде, там между собой что-то пообменяли, потом этих двухствольных пистолетиков набрали под Новый год, потом этих презервативов у них не было, но эти шарики были воздушные, тоже надували, повесили. Жилетки вязаные, это традиция в Белуджи, они носят вязаные одноцветные такие жилетки, и тканные жилетки такие. Вот, тоже надыбыли, ходили там, где можно было продемонстрировать неустанную одежду, вот такое было. Ну, в основном оружие, конечно, лучшим... Был такой момент у нас был, шатин, комбригин. И он даже говорил, вот, уравнение направо идет второй батальон, он в засаде вот взял вот так, вот так, вот так, и это было стимулом и поводом для этого. Встреча с караваном могла окончиться, там, без стрельбы, без боя, могли мирно разойтись? Я о таких случаях не знаю. Всегда было сопротивление и сопровождение, оно было в двух моментах. Когда либо они разбегались при первых выстрелах, просто верблюды садились, эти все братва-караванщики, все разбегались. Но мой засадный опыт, он связан, скорее всего, с именно вот этими физическими нагрузками, испытанием, этим бдением, вот этим ночным, вот в этой засадах. Вот чем с этими, с такими успехами? Я бы сказал, что эффективность была достаточно низкая. Вот. Это, может быть, и связано с внутренней, тем, что за бригадой наблюдали и знали, когда подразделение куда как выходит, видимо, из-за утечки из-за этой. Вот. Ну и плюс были удачливые офицеры, которые вот просто соседние роты там с четвертой, с пятой, у них это очень хорошо получалось. У нас как-то, у нас все по-другому было. А где пролегала грань между трофеем и мародерством? Я считал, что мародерство – это с трупа. Не принято было? Не брали ничего с трупов? Брали. Брали. Я этим не занимался, но знаю, что у меня в подразделении это делали. Причем это делать заставляли молодых. Вот. Работа грязная. Шарить карманы, все. Ну, так, между нами говоря, в карманах никто не носил, потому что нет такой мусульманской традиции карманной. А если карманы есть, то это для престижных, там, часы, там, с цепочкой, там. Все это в основном пряталось рулонами, так называемой пулей. Скатывалось либо в челме, либо в мошонке. Радости мало было искать такие деньги. Но они были. Но были еще деньги такие, что, опять же, это война, и это не было целью. Но при обычном досмотре транспорта, там, грузовой машины или что, такие деньги иногда прилипали. Ну, это считалось мародерством, это преследовалось. Вот при мне появилась уже традиция, служба, значит, заводить подразделение в отстойник, возвращающийся с боевых действий, и там их шмонать по полной программе. Первый раз этот шмон начался, когда проезжаешь, уходит дорогу, ну, ехать в бригаду, значит, проезжаешь седловину, спускаешься, проезжаешь аэродром, поворот на Ориану, проезжаешь, и там такая, значит, стела стоит, вот я уже не помню, что на ней было написано, и такой карман отсыпанный, от бетонки. И там стоит оркестр играет бригадный, славянку там, все это, мы такие, что-то это не то. И опытные сразу начали раскручивать 40-миллиметровые ракетницы, значит, и туда часы засовывать, они очень сейчас прям четко подходят, поэтому начали раздвигать эти лепестки и водометы в БТРе, там куда что прятать, там заначек очень много, полики откручиваете, и все, и пока БТР после музыки ехал и вставал, водила говорит, нас на какой-то, говорит, отстойник заворачивает, уже все были готовы, все попрятали. Но прилипает, от этого никуда не деться швейные машинки, когда дембель, нужно идти на дембель, все, швейная машинка, причем швейные машинки брали, по сути дела сдавали их в аренду в батальон охраны, который не воевал стоял на точках, им отдавали с одним условием, что вы наших дембелей будете обшивать, и потом дембеля там размещали свои заказы, они отрабатывали, эти уезжали, все иные машинки передавались, зингер, берешь цинк, особенно вот этот 7-62, который кладешь, он его прошивает, потом тут же берешь эту подшиву, тут же, то есть настолько машинка, она даже не успевает расстроиться, что цинк прошить, что ткань такая качественная, машинка Массинкер. Расскажите, пожалуйста, об операции, в ходе которой вы получили ранения. Это был рейд октябрьский, так называемый, перед выходом на зимние квартиры, когда душманы уходят, это был октябрь 82-го года, и как раз тогда, это был тот период, когда очень стала четко проявляться Черная площадь в Кандагаре, это осень 82-го года, первый раз она проявилась, обострение было сразу, то есть гранатомет был серьезным оружием, и он появился как-то не сразу, и его использовали примерно с такой же ответственностью, наверное, как стингер, ну это в мое время, но потом резко все изменилось, в течение буквально одного лета все изменилось, они из гранатометов стали стрелять уже просто людям в спину. и когда вот бригада втягивается, там что-то проходит, потом она в обратную сторону сворачивается, вот, и эти снимаются блоки, которые стояли, и уходят, те, кто встали на блок, эти прошли, эти за ними, и вот на Черной площади, сразу после тюрьмы ГСМ, тюрьма, немцы строили, кстати, тюрьму, трагически распахнута местность, клеверные поля, которые от зеленки ходят, и оттуда они, короче, постоянно подходили с пустыни оттуда, с этого, не Синжирай, как он, Инживай, и оттуда подходили, и вот в этот момент они начали, мы уже прошли наше подразделение, мы уже в городе выставляли точки, и я смотрю на эти, на БМД, короче, эти БДШБ летит, и прямо на ребристом везут этих пацанов, не на ребристом, а на этом, им уже завернуты, и что такое, они говорят, там на Черной площади стали сворачиваться, ну, они не атаковали, как только побежали уезжать, они в спину начали людям стрелять из гранатомета, вот расстреляли на несколько пацанов из гранатомета, все, мы такие в шоке, сразу поменялась схема вывода, вот, и есть так называемые сержантские посты и точки охраны, которые охраняют не батальон охраны на периметре бригады, а именно боевые подразделения, и нас оставили на мосту, и мы стояли через нас, вся бригада проходила, и мы нас оставили здесь, и мы несли пост по охране этого моста, это нормальная дежурная задача, мы ее много раз выполняли, но этот раз она была в рамках окончания вот этого рейда, мы стояли, работа заключалась в том, что мы пропускаем, ночью охраняем, ну, обычный пост выносной, в удалении от бригады, и ночью нас обстреляли, вот, мы в ответ постреляли, а утром я был с сержантом, старшим, я сказал, пока завтрак не привезли, тишина, пойдемте сходим, посмотрим, что там, и мы выдвинулись, даже не доходя до шлюзов, то есть при обстреле они смогли проползти, нарушить наш периметр, и в зоне прямой видимости охраны постановили мину, но ставили ночью, промахнулись, не на тропу ее поставили, по которой мы ходили умываться, и я шел не по тропе, я все время боялся, у меня просто были друзья, которые умерли от пулевого ранения в живот, от перитонита там, и все, один одному выносли его под лошкаревкой на себе, а друзья узбеки ему дали попить воды, и он умер, завраток, кишок и все, а другой вот именно пулевое ранение в живот, и я боялся этого, и когда вот пошел, я наступил на эту мину, я видел три подрыва, и все они происходили в крайне бытовых условиях, один подрыв минбатарея, пришел обстрел на школе, это виноградники там были, школа, там действительно раньше была школа, ее душманы вырезали, и там точка такая была, контрольницу разрезали, выставлялись, мы выставились, обстреливаем, ждем, колонна пройдет, у нас душманы стреляют, заезжают сейчас шестой минбатареей, выгружают два этих бака, кидаем виноград и давят молодые, чтобы вино потом сделать, мы воюем, они где-то делают все, потом значит этот шестой с этим надавленным этим выезжает, и въезд минируется, поворотная дуга сюда, и поворотная дуга сюда, всего две мины, нет смысла, точечное минирование, и он когда выезжал, он уже сюда заезжал, вот так он ее не задел, а оттуда выезжал вот сюда, он на нее наехал водитель колесом, у него транспортная мина, в шестом этот двигатель же все туда, вовнутрь кабина, вот ему там ногу сломали, мы его эвакуировали, вытащили, и вот и меня все время этот момент волновал, что пулевое ранение, что минно-взрывное, особенно вот эти осколочные ранения при обстрелах этих минометных, они настолько бытовые, они настолько, вот их так трудно описать, вышел, зашел за угол, и в это время дуга прилетела, потому что я его слева не увидел, а он сидел там, он взял, выстрелял, вот так происходит описание пулевого ранения, допустим, или мы лежали, они стреляли, все, мы там с перебежками слева-справа, с фланга начали, я встал, побежал, такое впечатление, что я такой, мне кто-то говорит, стой, я такой расслабился, чувствую, опа, силы кончаются, я такой, стал сдуваться, вот так описывают пулевое, мои друзья, с кем я в госпитале лежал, и также вот этот подрыв мой, его нельзя ни вписать, ни в какое боевое, там какое-то где-то, как-то, но он выглядит как какое-то бытовое разгильдяйское какое-то, это, но мотивировано было именно вот этим, все-таки я не верил, что, ну, он для меня, этот обстрел, он такой был вялый, провокационный, я не видел в нем смысла, мне нужно было понять, зачем они это делали, оказалось, вот под прикрытием этого шума, который они подняли, он прополз и поставил мину, которую я нашел, вот, и в 55 лет я вышел на пенсию, до этого с 20 лет после ранения, с 83-го года я получаю пенсию, как инвалид войны первой группы без обеих ног, меня-то не волновала тема, абсолютно, я работал, все нормально, тут нужно выходить на пенсию, как инвалид войны первой группы, я имею право получать две пенсии, трудовую, которую я заработал, это у меня 37 лет трудового стажа, я 37 лет без ног, и у меня 37 лет трудового стажа, ну, с учетом того, что сейчас там что-то институт не зачитали, не засчитали там ттт, там, некоторые эти выпали, и от меня потребовали справку о том, что я воевал и что мое подразделение выполняло боевые задачи в Афганистане, я говорю, подождите, а вот эти 37 лет, что вы мне платите пенсию, пенсионный фонд, я же в пенсионный фонд за трудовые пенсии пришел, а это, это другой вопрос, вот принесите справку, там, по какому-то новому законодательству я должен был получить на основании этой справки новую форму удостоверения, которая была у меня, ну, так как это все в Москве, в этом министерство обороны швейные машинки делает, как оно, Подольск, да, Подольск, я поехал в Подольск, взял такси, поехал в Подольск, приехал, никого нет, 9 часов утра, мне мужики говорят, на КПП, зайди посиди, ну, видимо, таких гастролеров, как я много, ну, я сел, посидел, первым был, пришел, начал разговаривать, все, женщина говорит, заплакала, говорит, вы не представляете, какие тут приходят люди с требованием, там, что-то, какие-то справок там, какие-то, у вас там очевидные, я ему все сделал, ну, я скачал с интернета эти образцы, заполнил, она мне все это исправила, все это сделала и говорит, давайте, подсказала, как правильно сделала, давайте сделаем запрос в строевую часть, ну, в архивы по строевой части, давайте сделаем вопрос по медицинской стороне, вы же ранение получали, там тоже, может быть, отражено, я говорю, давайте, вы же награждены, да, награжден, давайте по наградной части сделаем вот так, и по госпиталям, в которых вы лежали, я говорю, так я был только в Кандагаре, в Ленинграде больше не был, давайте сделаем туда запрос и вот так, вот так, вот так, дала адрес, и я стал получать письменные ответы, и я получил первый письменный ответ из архива по строевой части написано все четко когда я приехал кем служил что был сержантом таком-то подразделение в таком-то батальоне что подразделение выполняла боевые действия показанию там интернационального от этот 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 последнее предложение получено минно-взрывное ранение такого-то числа снят с довольствия дата ранения не указано а дата довольствия на 9 месяцев на полгода отстаёт 22 апреля 83 года отстаёт от взрыва с октябрь по апрель это куда он не понял что с довольствием сняли бригада и внизу последней строчкой документ у меня есть приказа строевой части полевая почта такая-така об убытии в госпитале нету то есть приказа о том что я ушел в госпиталь каким образом я там оказался и что со мной произошло нету я был в шоке это не изменило я пенсию получил на нее там не повлияло но сама формулировкой когда я начал разбираться выяснилось что вот этот единичный подрыв никто не знал куда его деть по шапке никто не хотел получать журнал боевые действия он не был внесен его взяли вот так вот подскатить положили и ждали пока подразделение получит по шапке ему 22 апреля 83 года попали на это клеверное поле не было сразу там больше восьми погибших там достали меня и положили в эту штуку кто за меня за это время получал там чеки чего там как это было к на довольстве как она отражалась я не знаю и на вопрос там как-то у меня замполит потом я все подозреваю что это его работа как это все сложился спрашиваешь как твоя там жизнь сложилась и я говорю как пирочный ножик именно не раскрылась а сложилась и когда вот пирочный ножик сложите молотком по нему ударить лезвие ничего с ними не случится но воспользоваться ты ими с ними уже не можешь их заклинит их будет трудно вот этот человек по сравнению как этот пирочный ножик все есть но тебя лишили возможности ты бегать не можешь прыгать не можете нужно все начинать сначала и для меня это было очень обидно я считал что меня упрекнуть в какой-то службе то что я где-то что-то как-то было нельзя и тут по отношению ко мне с таким ранением так поступили потом награду я получил в восемьдесят пятом году через два с половиной года после этого это же большой вопрос почему я получил потому что награждение как я потом выяснил опять же поднимая архивы пришло с генерального штаба и пришлось проверка по моему вопросу с генерального штаба пришел запрос что там с таким-то сержантом поля не как ни одной бумаги не писала жалобы не писала и отец мне писал я просто ходил мне было стыдно и без двух ног было у меня пошел с опозданием и поэтому его не ношу вот я не знаю что-то произошло и как это произошло и это очень сильно в 55 лет то есть я жил-то с этим нормально и через только там 30 с лишним лет после всего-то меня перевернула я очень плохо ко всему к этому тошусь и до конца копаться в этой истории не хочу но меня это очень сильно обидело очень сильно обидел приземлила и очень сильно обидел это факт вот из моей боевой биографии он подтвержден документами он везде есть причем момент такой что медицинское сопровождение моего ранения но расписано буквально по минутам таком-то тогда-то в такое-то время прибыл минно-взрывное ранение получено отрыв таких-то таких-то конечностей полное описание раны написано что ранение получено при выполнении спецкомандировки эти с муж и ты был в кандагаре как когда горе может быть спецкомандировка. А там все написано. Привезли ночью. Привезли со второго засадного батальона. Привезли вот так. Не ночью, а днем. Я утром взорвался. Привезли. У меня третья отрицательная группа. На всю бригаду несколько человек с этой группой крови. Никого не оказалось. Приехал офицер Василий Семенов, командир четвертой роты. И дал мне кровь. И когда мы с ними разговариваем, он говорит, Андрей, у тебя какой-то ангел-хранитель наверху. Потому что дальнейшая такая мистика, такое стечение обстоятельств со всем тем, что со мной происходило. И вдруг в конце я вижу, что вот образом ко всему, к этому документально. Так оно безалаберно было оформлено. Но с медицинской точки зрения оно было прям идеально. Это опять же поднимает вопрос о статистике военных, которые они предъявляют по поводу погибших 15 тысяч. И военных. Потому что никто не учитывает. Там была большая проблема. Эти говорят, мы его погрузили живым, как моего родного. А медики его приняли мертвым. И если медики это будут говорить, они должны поставиться себе в укор, неправильно организованный эвакуацию, недостаток. Это ваша недоработка. Мы вам возвращать с поля боя эвакуируем в живых, а вы их принимаете мертвыми. Это тоже такой ведомственный большой вопрос. И он до сих пор не утрясен. И это тоже сказывается на кто как проведет этого раненого, где он погиб на поле боя. Это тоже очень важный момент. Потом, вот этот мой хирург, Борисюк Иван Владимирович, к сожалению, он умер. Я был у него на могиле, в городе Борисов. Буквально два года назад к нему приехал. У меня был такой план, что когда я встану на ноги, я съезжу на могилку к ротному, съезжу к тому, кто мне отрезал ноги, и увижу определенное количество людей, с кем я служил. И я к нему на могилку приехал. И я тогда уже знал про него историю, что он летом 1982 года к нему привезли солдата, десантника. У него в предплечьях, в мягких тканях, застряла граната. Она взвелась, но не взорвалась. Это известный случай. Был описан, я как минимум, три газеты. Нет, это был описан случай, который произошел в Ташкентском госпитале. Они там его как-то или в Кабульском провели. А он до них еще. Это 1985 год или какой-то. А он эту операцию провел. Она тоже задокументирована. Человек этот живой, он живет в парень. У него две дочери в Белой церкви. Мягкий ткань и граната. Я подозреваю, что это подствольник. Подствольник, да? Я бы читал именно об этом. Самый такой вариант, это еще АГС может быть. Но в любом случае это два вопроса. Откуда у Душманов подствольник на этот момент? 1982 год или АГС, не важно. То есть, опять же, мы говорим о двойственности ситуации и отчетности, которые она рождает. Хирург спас парня. Руку сохранил. Жизнь сохранил. И ничего не получилось за это, потому что нужно было объяснять, как произошло ранение, почему, там тададада. Потом это в нарушении техники безопасности. Никто на себя эту ответственность брать не мог. Это мы говорим о том, какая подспудная вот эта многослойная административная сопровождение всех событий, которые мы описываем. Почему офицер, который здесь сидит, не расскажет того, чего рассказываю я, потому что... Не потому что он этого не знал. Это не было его частью жизни. Он жил совсем в другом. Ну, там были солдаты, да, ставили брашку, да, бухали. Ну, я им там прикладом по каске давал, и все. Примерно так. А для меня это была часть моей жизни. Это часть моего быта была. И это все стирается, и не публикуется, и не говорится, и война выглядит такая, прям шелковая, прям такая. Почему его не наградили, я до сих пор не знаю. Но он был одним из первых, получается, по тем данным, которые я знаю, он был одним из первых в СССР, который эту операцию провел. А другой хирург, который ее провел чуть ли не в стерильных условиях, он получил награду. Ну, я не судья всем этим делам, но это опять же разговор к моей личной истории, как отнестись к моим документам, как отнестись к моему ранению, кто за этим стоял. Я не хочу искать этого, потому что люди уже умирают, и мне это абсолютно неинтересно, ноги у меня от этого не выросли. Сам момент подрыва помните? Да. Выглядело это следующим образом. Я все время боялся выстрелов в живот. И маневры совершал смотреть, чтобы я не был на прямом выстреле, что обязательно тело находилось как-то в каком-то прикрытии либо камня, либо линии горизонта, потому что там такой вал был. Я не хотел над ним высовываться. Оттуда стреляли вчера ночью. И где гарантия, что они снайпера не оставили, и он просто ждет первых, кто приблизится поближе. И я все время так вот шел, автомат держал. И тропа шла, и я так с этой тропы такой сошел, и так иду, иду, и потом вдруг я так почувствовал, что прямо вот она мне влетает и в живот. Я такой угол посмотрел и увидел дувал, проем в дувале, виноградник, и я вот на линии выстрела стою. И я сделал полушаг, скорее всего прыжок, то есть я вот этой левой ногой шагнул, а правую подставил рядом. И когда я на нее шагнул, я зачем-то пустил ногу вниз, голову вниз вот так, голову опустил вниз. Две стопы, левая и правая. Вот я так, хоп, на левую ногу правую поставил, на нее так смотрю сверху, а потом так вот беру, поднимаю вокруг пятки раз, и мне оттуда в голову струя огня, как даст. Все, я упал, парни стали меня вытаскивать, я начал на них кричать, подозвал, иди сюда, там это все, за шею взял и хотел встать. А ноги были сломаны, я встал, ну, они меня держат, я думаю, что я стою, опираюсь, потому что в шоке, ничего не чувствую. Потом, все, сержант же, да я говорю, что это, не знаю, все, потом руки их отпустил и запомнил, как мне вот эта земля в голову ударила. А перед этим, после подрыва, я поднял ногу до того, как они ко мне подбежали. Поднял ногу, у меня был открытый перелом на левой голени, стопы не было, ее оторвало. А правой ноги, я смотрел, пока я ее поднимал, не чувствовал. Потом голову повернул, у меня так вот на весь мир, мой ботинок 43-го размера. Мы были в засаде, и у меня боец нес АГС и упал ворык и намок. Мы остановились на привале, и ночью я им разрешил развести костер с максимальной маскировкой там моего, выкопали ямку туда-сюда, и я ему говорю, посушись, ботинки, потому что он пока дошел, нашел, натер ноги мокрым ботинком и песком. Он уснул. И когда проснулся, вот эта уралубов, она вот такая была, подошва возле костра, но ее носить было невозможно. А у нас был пленный. Я снял с пленного ботинки и отдал солдату. Они ему были малы, солдату не налазили. Я снял свои ботинки и отдал солдату, они к нему подошли. И ботинки пленного были ко мне впритык. То есть я комфорта не испытал, но мне надо было как-то идти и солдата довезти. Я не буду назвать его фамилией. Он сейчас где-то в районе города Волжского там живет. По-моему, самого Волжского он был. Кстати, у нас в подразделении было очень много залетчиков. Он был, например, с ташкентского завода ремонтного танковой техники. Набирали у залетчиков и в Кандагар. Не опыта вообще ничего. Вот из него надо было рэмбо делать. И все, я в этих ботин... А, забрал ботинки, а вот эти лыжи скрюченные отдал афганцу. Он на них смотрит и что-то сказал. Я говорю, чё? Вот так ему. А переводчик Иргашев говорит, он очень сильно ругается, типа, проклятие какое-то. И я на этих ботинках, на эту мину и пришел буквально через неделю. И вот этот ботинок, такой итальянский, горный ботинок с белой подошвой, такой, там еще даже следы от триканий на нем были. Он у меня так вот на всю морду, я его запомнил. Подрыв, как я уже говорил, как и любое ранение, неважно, сбил тебе, не дай бог, автомобиль или все, оно происходит в очень обычных условиях. Их очень трудно описать. Это в кино я могу сняться, что я кинул туда гранату, здесь я выстрелил, убил троих, выбежал в это время, и тут подрыв, но я не растерялся, отполз, и еще гранатой подбил танк. Все происходит в очень тривиальных условиях, и происходит мгновение. Это вот как хлопок ладошек у судьбы. Вот в этот звук все вкладывается. И здесь ты принимаешь решение, жить тебе или не жить. Я тоже мог просто умереть, и все, я же умирал один раз уже в БТР, второй раз умирал на операционном столе. Это со слов Любы Семеновой медсестры, которая присутствовала на операции. Подрыв произошел очень обыденно. Я вот так вот, как я рассказывал, наступил ногой, потом поставил рядом правую ногу, так вот поднял, посмотрел, а меня оттуда ударило. Мина была размером с чайной блюдце, 8 сантиметров в диаметре. 30 грамм взрывчатого вещества в пластиковом корпусе. Мне потом эти осколки, как кто-то хотел преподнести, что я взорвался на своей гранате, хирург мне принес и высыпал на тумбочку. Эти пластиковые осколки, они были темные, хотя первоначально, ну, в копоте в этой тротиловой. А первоначально они такие на икарус похожие по окраске, только бледнее немножко, такие, с пупыречками, такие рельефные. То есть это вот такое блюдце, ты его взвел, кинул там, песочком засыпал и все на нажимного действия фугасного типа мина итальянская, противопехотка. Некоторые саперы, эксперты, говорят, что такой мины не могло быть, но я наступил на нее и была именно эта мина. Вот мне ее потом, ну, я не знаю, может какие-то номины, были надписи на этом, я не знаю, ну, в общем, потом же туда приходили, там все составляли, все смотрели. Стопу на мою нашли, кстати, мою стопу нашли с ботинком и с отрезанными ногами вынесли и в гранатном саду, гранатный сад между Арианой и госпиталем был, и там похоронили, закопали, ну, закопали в этой земле, как могли, но шакалы раскопали и растащили эти кости. Сейчас где-то по Регистану молекулы мои там носятся, я не знаю, как они там существуют, но они там живут своей жизнью и наверняка мне тоже покоя не дают, и поэтому я провожу иногда своей жизнью вот эту мистическую аналогию с кинофильмом «Нога», потому что многие истории, они очень сильно похожи на то, что случилось со мной. Так вот, на мину я наступил, ногу убрал, вот так вот вокруг пятки, и оттуда выстрелило все это. Меня подбросило. Мина сделана профессионально, потому что факторы поражения отработаны, я считаю, на сто процентов. Это перевернутый конус осколков, который даже независимо от того, в шаге ты на нее наступаешь или прыгаешь на нее, он тебя бьет, поражает внутреннюю сторону бедер, где рвет однозначно вены, то есть нарушает кровообращение и обеспечивает большую кровопотерю. Детонационная сила взрывчатого вещества 30 грамм позволяет оторвать стопу и сломать кости, то есть ты нетранспортабельный. Это однозначно абуза для группы. И ранением одного вычеркивается минимум двое-трое, потом, значит, еще плюс эвакуационный это БТР или вертолет, в общем, это решается максимально. Тактическая задача ранения очень хорошо решается. На разлете конус, в зависимости от того, с автоматом нет или нет, ты разбрасываешь свои крылья, и ты получаешь ранение под кости, под локти, и у меня вот палец, который у нас сколком был, его произошили. Струя, если ты стоишь, она суда здесь у меня был спорен живот. Кстати, к разговору о мундировании. Мелкими осколками гранатными от РГД граната лучшим является это бушлат, особенно вот этот плотно набитый маленький бушлат, который такой короткий, надтельный, вот он вертикальными полосками простроченный, они ввязнут в хлопки. Единственное, что там эффект, они могут начать гореть, проявляются, ну, прожженные эти от осколков, но кинетически очень сильно останавливается. То есть, это такой пассивный бронежилет, очень хороший. Так вот, кожаный ремень, который был на мне, бляхая, была пластиковым осколком, именно разрезана пополам. Это меня спасло, потому что осколок потерял кинетическую энергию, разрезая мягкий материал, бляхи. Была бы она жесткая, она либо его срикошетила, либо там, я не знаю, но это все, я уверен, что это не просто так ремень сделан. Видимо, на анализе вот этих ран. И она мне только мышцы пресса сорвала и ушла, короче, туда. Ну, тут все сожгло струей. Вот, ну, и все, потом, госпиталь, Кандагарский, ничего не могу сказать плохого, меня там просто облизывали. Промежутки между полем боя и госпиталем, что происходило, кто вас выносил? Перед тем, как взорваться, мне приснился сон. Я просто напомню, что я 20 лет потратил для того, чтобы восстановить, я буквально поминутно восстановил, как я к этому шел. Вот у меня на руках шагомир, я сегодня прошел, на такси приехал, прошел всего 2000 шагов. Вероятность события, она определяется из общей суммы сделанных движений, в направлении. Вы за день сделали 5000 шагов, а в направлении мины вы сделали 2000 шагов. Делим и получаем вероятность того, что вы наступите на мину. Это вероятность того, что вы получите по голове, находясь в таком-то районе, совершив столько-то шагов, но в направлении вот этого криминального угла, где сидит эта банда наркомантов, вы совершили столько-то шагов. И вероятность получения по голове, она вот именно из этой статистики складывается. Это выводы, которые делал я. И в тот момент, когда анализировал все, что со мной произошло, я вот так вот, как лось в рамках, в свете лесовоза по просеке, ломился на эту мину. А мне вот так вот ставили там наверху, тот оставил какие-то препятствия. И я их вот как горнолыжник вот так обходил. Люди в жизни совершают зигзаги, объезжая препятствия, а некоторые совершают зигзаги кайфуя. Они их делают с разной целью, но зигзаги делают все одинаковые. Одни и те же зигзаги делают люди. Тот, что обходит, не препятствия, облегчает свою жизнь, а другой их делает кайфуя, прям напряжение. То есть вот можно было обойти, и вот мы перепрыгнем через забор. И эти все зигзаги, если их друг на друга наложить, они одинаковые, но сделаны с разной целью. Я вот делал вот такие зигзаги и пришел на эту мину. Вытаскивали меня парень, водитель, Миша Студенекин и Зубукар Ахметов. В Дагестане живет, я был у него в гостях. Мне приснился перед этим сон, где мы попали в засаду, и мне сны снились часто, но они мне снились все время, всегда. Там была девочка, афганка, маленькая. Всегда был старик в этих снах, и всегда он был с лепешками, с этими афганскими, хрустящими, ломающимися лепешками из тандыра. Остальное содержание было по-разному. Я расскажу только про два сна. Первый сон мне приснился в учебке в Ашхабаде. Я прыгаю в яму, в Ашхабаде мне сон приснился. Думаю, что это окоп во сне. Со мной рядом прыгает парень, такой без рукавки, а эта без рукавка нашла спасательные жилеты к БТРам, они были наполнены, их оттуда вытаскивали, и эти карманы использовали как разгрузку. Это я потом узнал в Ашхабаде, я этого не знал. Вот он прыгает в этом жилете, в непонятной одежде, с голыми плечами, с автоматом. Я на него смотрю, понять, у него какая-то панама на нем. Это я же в Ашхабаде, а не в Афганистане. Я тоже прыгаю, поворачиваю гору, гора, на фоне неба. Темно уже. И по этой горе идут какие-то люди, несут какие-то длинные трубы, там на плече, туда-сюда, какие-то ящики. Я голову поворачиваю, в этом окопе девочка, маленькая, и старик с лепешками. И потом какое-то ощущение чего-то непонятного, такого негативного. Но я его вспомнить не могу. Но этот эпизод помню очень хорошо. В начале лета 1982-го душмана захватили Гиришк. Это трасса, которая шла с Шинданта на Кандага, пересекая реку Аргандаб. Элемент. Там был мост стратегический. Они разбили колонну, часть колонны заехала на шишку там возле моста. Пост был, и они там отбивались. Мы развернулись, нас собрали в бригаду, и мы приехали выбивать душманов из Гиришка. Там шли бои, частично воевали десантники из Лошкаревки, с полтинника, с Витебской дивизии. И мы. Мы были со стороны пустыни. Все, прическа закончилась, мы отступили на ночь, вышли из Зеленки и остановились на позициях, чтобы ночевать. Холм такой, внизу этот кишлак, который мы чесали, в котором воевали. Бытер поставили вот так. Там танкисты стояли на господствующей высоте. Вот внизу вот этот. Я постоял, а нам говорят, выдвигайтесь, выносные посты вниз туда. Там было кладбище. По кладбищу проехала разведка на БМПшке, и одна из могил провалилась, крайняя. Готовый окоп. Мы подошли с Зулпукаром. Он был в жилетке, в этой разгрузочной, с автоматом. Мы вот так вот прыгнули, я следом за ним прыгнул, наклонился, голову поднял. Первый вопрос, который он мне задал, говорю, а где дед с лепешками? Он говорит, какой дед с лепешками? Мне вот этот сумм прямо в голове всплыл. Я ему говорю, Зулпукар, ты как хочешь, я с пулеметом был. Я говорю, я здесь ни на ночь не останусь, вон на основном посту. Дело не в кладбище. Вот не останусь и все. Он говорит, что такое? Я говорю, ну, чуйка, короче. А он говорит, ладно, давай. И мы отошли к БТРу. Мы нарушили приказ и не выставили за выносной пост. Подошли к БТРу, БТР стоит на сопке, внизу вся такая нитель. А на БТРе сидит вот этот парень, который потом сжег, молодой солдат, который сжег ботинки, курит. Я ему говорю, БТР назад сдайте, чтобы он не... А он, солнце садилось, и он стоял вот так. Потом я ходил, там что-то расставлял посты, там туда-сюда. Потом подошел, говорю, ну-ка сдайте БТР назад, уже солнце село ночью практически. И они его сдали, вот так, чтобы БТР был закрыт горизонтом холма, но башня, она торчала, то есть она могла стрелять. Я говорю, вот так оставайтесь, короче. Ну и все. Покурили, легли под БТР. Я говорю, разбудишь, когда война начнется там или что. Ночью началась война, танкисты так стали стрелять, короче. Там столько в это началось. Ну мы выпожили на позиции, там не стреляем, ждем. На нас ничего, никакого нападения нет. Утром приходит ротный, говорит, ну что рассказываете, как вас тут обстреляли. Я говорю, ну там танкисты стреляли, их обстреляли, воевали. Там, ну это самое, они говорят, ну там в БТР попало, короче, они закрылись в БТРе, включили свет, что-то курили, лежали, а бойницы горели. И они по бойницам с гранатомета дали, по-моему, кто-то там погиб. Я говорю, ну печально, у нас ничего такого вроде не было. Он говорит, ну пойдем посмотрим. Мы выходим, и вот этот холм, за который так вот заехал БТР, метров 7, максимум 10. Стоял мой БТР ночью. Боец сидел, между ног был пулемет, он сидел на башне и курил. Эти двое вышли с гранатометами, с двумя РПГ. Встали и смотрят, он такой раз, сигарета же разгорается, они такой так, туловище человека, днем видели, что БТР стоял вот так, но он вот так ушел. Все рассчитали, все точно рассчитали под башню, прямо вот это. Из двух гранатометов одним залпом, как дали. Ихний выстрел, видимо, был либо одновременно атакой, либо это потому, что часовой на башне, он услышал взрыв и одновременную стрельбу, но это не выделил, как атаку на нас. А это была атака в наш БТР двумя выстрелами. Мы подходим вот так вот, щебень разбросан, и два пера вот таких, оперения гранатомета. Вот он на таком расстоянии практически друг от друга. Если бы мы стояли вот так, она бы пролетела к нам. Ну, мы сдали назад, но они видят часового, который курит, к разговору о курении на посту. Вот. Они вот таким образом... Мы не стали говорить о том, что мы не были на выносном посту и что мы их не пропустили. Потому что те люди во сне, которых я видел, по склону, которые шли, это как раз и была эта группа душманов. Вот такой сон мне приснился, я не стесняюсь, что я струсил и ушел, и мы живы остались. И я уверен, мы не смогли бы ни остановить, ничего бы мы не смогли, потому что та позиция была сто процентов проигрышна. Во-первых, мы в Низине были, вот мы их поймать не могли, я не уверен, что они должны были идти через кладбище, вот, но и позиция такая, нас бы просто теми же гранатометами сожгли бы, потому что с пулеметом было ли гранатами, мы бы закидали, мы бы ничего... А Беттер бы не помог, потому что опять же стоял на горе, и вот этот угол дурацкий. То есть много таких нюансов, но это все сложилось. Второй момент, о котором я хочу рассказать, про это вот сон, который приснился, что мы... Часто были такие случаи, сдавая назад Беттером, мы ломали дувал, потому что трудно было вписаться. Таких случаев было два, когда мы ломали дувал, он падал, и мы видели, что в пыли стоят охеревшие душманы, которые за дувалом стояли, а мы его просто сдали. Мы крутим по броне, давай быстрее начинаем стрелять в эту пыль, которая от дувала поднималась, а душманы тоже, естественно, разбегались, стреляя в нас. Но один раз мы потеряли ящик с этим... Правда, пустой, уже был прикручен сзади от гранатометов, от АГС, они квадратные такие, пустые они уже были, оружие мы не потеряли, слава богу. А второй раз они нам выстрелили, но промахнулись. Бэтр же он неровный вот такой. И они когда стреляли, видимо, в движки хотели попасть, но там над башней пролетел гранатом, то есть два раза обошлось. И мне приснился сон именно такой. То есть я этого боялся, наверное, что мы задом сдавали, а Миша был водителем, который меня выносил. И мы сдавали, когда назад, мы уронили этот дувал, пыль поднялась, и в этой пыли, короче, эти душманы, мы куда-то выезжаем, я на Мишу кричу, а потом, видимо, Бэтр подбивает, и мы оказываемся в винограднике. И я знаю, что у Миши раненая рука, у меня раненая нога, но я почему-то ее отталкиваюсь, но ее не чувствую. Но его как-то тащу, и мы такие сели в винограднике, прислонились, и он мне говорит, ну, все типа задница. И в это время старик с лепешками и девочка. Ему старика спрашиваем, а что там такое? Он говорит, вон там на углу виноградник, они ставят вот такую штуку, там на три ноги, все, мы это кинем, все, до шика, сейчас они нас насквозь начнут лупить, короче. А на том углу они ставят, вот такая труба, там все, думаю, ну, минометы подтащили, сейчас они нас тут точно сожгут в этом винограднике. На этом сон кончается. И когда я уже в госпитале после подрыва лежал, Миша ко мне пришел, и я ему говорю, Миша, пожалуйста, будь внимательным, мне очень плохой сон приснился. Он, да ладно, братан, ты чего там, все нормально. И вот в этой засаде, которую я описывал на Клеверном поле 22 апреля 83-го года, его снайпер застрелял, он умер. Его вынесли, Миша, но он умер. Это вот про сны, это четко и события, которые со мной происходили, и которые я анализировал, все это сформировало ко мне вот такое внутреннее мистическое отношение к этим событиям. И я через этот спектр пережитого. Я, например, когда мне спрашивают, был ли я счастливым, я все время говорю, что я был счастливым, когда я умер. Я умер в БТРе, когда меня везли, меня привезли на БТРе в госпиталь и выпрыгнули, побежали звать медсестру с этими сносилками. Старшиной в госпитале был мой земляк, Рафа. Я хорошо помню, что я лежу, голова у водительского сидения, вот здесь рядом сидение стрелка с откидной спинкой, я вот так лежу, а эту ногу с отруванной стопой положили на спинку пулемета. А эта нога лежит, я на нее смотрю, она вот так вот, потому что мышцы сокращаются, и я смотрю, у меня сердце, прямо я чувствую, так тук, и у меня такая густая тюньк, порция крови, вот я сравнил, как зубная паста из тюбика. Опять тюк, вот так, мне хоть я такой, лежу и так голову вверх поднимаю, а там такое синее небо в люке, и вдруг неожиданно меня так оттуда, из тела, и я такую легкость ощутил, такую легкость, я ее даже описать не могу, и я почувствовал, вдруг неожиданно о чем-то стал думать, и почувствовал себя теннисным шариком в комнате, вот так его кинули, и он так об стенки бьется, летает, только стенками были события, о которых я думал, только я о них думаю, я там оказываюсь, и только я там оказываюсь, вот об этом, я об этом подумал, и вот оно, я про маму подумал, я хоп, вот оно, наш дом в Казахстане, она еще так вышла, и так рвет эту зелень на стол с огорода, и так голову подняла, и прямо в глаза мне посмотрела, я такое увидел, в это время раз о чем-то другом подумал, я хух, как вот нейронная сеть, компьютер, я раз там оказался, и пока я в голове вот это не устаканил, что надо мысли остановить, иначе я как бильярдный шарик вот так вот буду летать, и я остановился вот так, я только так остановился, и такой с левой стороны яркое-яркое пятно, и оттуда, ну, голос в моей голове, я не оттуда, в моей голове такой густой и очень сильный голос мужской, давай вниз, а я такой смотрю и вижу себя, но я себя не опознаю, что это я, мое тело, голова, я говорю, так он же умер, и голос мне говорит, нет, и я с этой высоты, с таким сожалению, вот я его могу только сравнить, у меня в детстве было, я только куда-то гулять, а мать мне говорит, иди хлеба купи, и вот этот внутренний облом с потерей свободы, вот он мне примерно так же у меня-то было, я с этой высоты в люк, мы один раз попали под обстрел, я совершил трюк, с противополу, нам в спину стреляли, я неожиданно, подкрались, и начали стрелять, мы уже все время не делали момент эвакуации, когда ты оставляешь позиции на пути к машине, они в это время вот совершали атаку, обычно, ну, два-три человека с автоматическим оружием, с гранатометом, и мы уже к БТРу подходили, грузились, все это делать нужно было мобильно, и они нам в спину уже начали стрелять, я с противоположной стороны, вернее, да, с этой стороны БТРа прыгнул, и головой в люк водительское, водителю башкой вниз туда, ноги у меня вверху, и очень сильно ударился плечом, практически чуть ли не сломал ключицу об этот, они меня потом туда, ну, вернее, в сторону этого вытащили, и я все время этого удара боялся, и вот когда он мне наверху сказал, давай вниз, а там была голова бледная, совершенно бледная голова, я уже знал, что этот человек умер, я туда, я когда падал, я все время боялся удариться ключицами об этот, у меня вот это ощущение страха, оттуда, сверху, вниз, это родило, что я попал в это тело, это родило двойное мистическое ощущение, что я живу не в своем теле все остальное время, у меня были случаи, когда ко мне подходили незнакомые люди и рассказывали мне про меня истории, которые я слышал от других людей в третьем лице, то есть эти истории были не про меня, но они утверждали, что это я, я знал, ну, это история, допустим, там про Петю, но он рассказывает ее так, что Петей был я, и в таких подробностях, которых я знал только вот лично, допустим, от этого Пети там лично, и таких историй у меня штуки три, незнакомые мне совершенно люди, совершенно, подходили вот так в ресторане, там, что меня не узнаешь, я начинаю разговаривать, я уже умел ставить разговоры, доходил до того, что человек расстегнул рубашку, показывал, значит, этот шрам, через весь живот с грыжей, значит, это осколочное ротнение полостное, рассказывал операцию, на которой я вроде бы был, вроде бы не был, вот, у меня есть друг Андрей Гришнов, у него есть хорошая книга про Афганистан, он переводчиком прослужил все время так, в войсках афганских, и он утверждает, что мы с ним встречались, и описывает эту встречу, и эту встречу знаю, но как бы со слов другого человека, как будто мне кто-то рассказывал, а он утверждает, что это был я, описывает, что как мы с ним встретились, где была моя палатка, где стояла моя кровать, как он ко мне подошел, я это все хорошо помню, он только с одним временем, он утверждает, что это было тогда, когда меня уже не было, я взорвался, он мне показывает дневники, там все описано, вот эта надпись Дюха на Панаме, там вот эти все эти дела, я ему говорю, Андрей, согласен с тобой, да, было так, я помню, кого-то мы там сопровождали, какого-то этого, журналиста там, или что, я вот помню, да, да, но это не могло быть, потому что это было тогда, а в твоих дневниках, это год разницы, но меня уже тогда не было, вот эта мистика, параллельный какой-то это, мне очень сильно напоминает фильм «Нога», вот этот разрыв реальности, такое впечатление, что я из одной реальности выпал в другую, но при переходе ноги потерял, и здесь я чужой, то есть вот сам факт того, что я пришел, бабушка говорит, мне вернули не моего внука, и таких моментов тоже очень много, я многих людей не узнаю, многие на меня обижаются, потому что я с людьми не здороваюсь, во-первых, я иду на протезах, смотрю под ноги, во-вторых, вот я не узнаю человека, все, есть люди, которые я просто запоминаю в лед, вот, а есть как-то вот так, они говорят, ну, это пусть будет лично и останется на моей совести, но считаю нужным рассказать, что война возвращает людей вот с такими моментами, и мы живем среди вас, не убитые, и вы нас абсолютно не понимаете, и донести до вас, оставаясь, имея статус здравомыслящего человека, и иметь еще право руководить и занимать руководящие должности, это очень сложно, поэтому мы скрываем, что у нас есть контузия, мы формируем ту скрытую инвалидность, с которой вы сейчас сталкиваетесь, когда мы выходим на пенсию, нам уже нечего терять, и мы начинаем предъявлять, была контузия, было это, было это, сопутствующие заболевания, встречаем непонимание и неподдержку, потому что за кому нужны лишние пенсии, когда вот количество инвалидов, все посчитано, и все ништяк. В второй части видеоинтервью Андрея Павлюкова поговорим о реалиях возвращения на родину, о том, как проявляет себя в мирной жизни военный синдром, и разумеется, о личном опыте выживания после минно-взрывного ранения с отрывом нижних конечностей. Все это время «Специнформа» продолжает поиски ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформа». Адрес на вашем экране. В завершении хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных зрителей за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания цикла видеоинтервью «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok